Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио Сегодня у нас 5 апреля 2016 года, вторник По одному из современных календарей, по одному из старинных 35-й день пробуждения природы, 7524 лета, пятница Те, кто себя относит к староведческим традициям Тех я поздравляю с Днем Памяти Предков Сегодня у нас главный соведущий Ари Рат Здравия тебе, Ари Рат Здравия И говорить мы будем о травах и пчелах для здоровья человека Ну, о пчелах мы уже говорили как-то И о травах тоже как-то говорили Но так, чтобы совместить пчел и травы пока еще не получалось Ну, я думаю, сегодня мы эту ошибочку или это упущение поправим Итак, травы и пчелы для здоровья человека Ну, давай скажем, наверное, о следующем Что широка страна моя родная и с севера на юг притянулась достаточно далеко И с запада на восток тоже не уступает, а то и превышает несколько раз А это означает, что у нас разные климатические зоны Это означает, что у нас разные есть природные условия для прорастания дикоросов То есть трав И для того, чтобы пчелки собирали мед Собирали пыльцу Нектар, ну и так далее Вот, надо это все учитывать Поэтому, когда мы будем говорить о том, что в апреле уже начинается шевеление пчел И кое-где они вылетают Это еще не означает, что, например, на крайнем севере Пчелы сейчас тоже дружно все вылетят И начнут собирать при минус 20, например Так что вот это вот учитывайте Ну, вот такую небольшую прелюдию я устроил Теперь передаю микрофон тебе Пожалуйста, можешь от себя что-либо сказать Благодарю, Алексей, за возможность Что я хотел сказать Ну, прежде всего о том, что действительно наша страна очень широка И в некоторых ее районах пчел, может быть, и вовсе нет Потому что если бы они там были, то, скорее всего, бы просто умерли с голоду Не смогли бы покормить даже самих себя Но все равно я считаю, что жителям подобных мест будет полезно Послушать нашу информацию Потому что, ну, возможно, жизнь их столкнет с такой ситуацией Когда будут у них под руками и пчелы Будут у них под руками и те травы, о которых мы будем говорить Хотя действительно в некоторых достаточно холодных районах нашей страны Многие из этих трав не произрастают Но в целом они растут в побольше территории нашего государства И при нынешней маркетинговой системе, в принципе, они доступны Как доступны и в официальных аптеках, так и доступны и у травников Кто возит их туда-сюда по нашей стране, как говорится Что касается соотношения пчел и трав То есть здесь есть такая интересная теория Возможно, даже я ее озвучивал на эфире нашего радио Она состоит в том, что пчелы могут являться продолжением живой природы Продолжением растительного мира То есть некоторые, не некоторые, а один из, не буду сейчас называть фамилию Один из литераторов, мыслителей предполагает, что пчелы могут быть продолжением цветка Такой, скажем так, опыляющий механизм живой природы Сам по себе является и частью живой природы То есть я и частью, образно говоря, считаю, что это часть растения и часть живой природы Вот такой вот интересный, скажем так, природный механизм Ну, в начале нашей передачи о чем хотел сказать О том, что наше здоровье нуждается в том, чтобы мы его поддерживали И поддерживать у нас для этого есть все возможности Причем нам помогает в этом окружающий мир, природа Он буквально под ногами раскидывает перед нами Немного веществ Которые зачастую так бывают, что мы ходим И не замечаем этого богатства растительного мира Которое может нас лечить вокруг нас Вот сегодняшняя передача, сегодняшний эфир Я надеюсь, поможет тем, кто еще научится разбираться Лечебных растений, травы можно собирать уже ныне То есть в этом месяце, в апреле И что именно из этих трав и растений можно собирать И на что это можно употребить В чем это может помочь Алексей? Иногда случаются проблемы со связью Да, задержки И иногда плывет звук Поэтому, если так будет повторяться Я прерву, мы еще разок с тобой созвонимся Поставлю музыку Ну, понятно, что суть заключается в твоем повествовании В том, что у нас добро валяется часто Или произрастает часто под ногами А мы это добро не видим И шпыняем его Думая, что это просто какие-то сорняки Ну, давай вот с этого, наверное, поговорим Какие травы уже готовы к сбору В, скажем так, в начале апреля И чуть-чуть попозже Вот в весенний период Потому что всем же известно, что Обычно самая сила трав Это где-то ближе к купальским дням Где-нибудь там к летнему Как это называется? Солнцестоянию, если правильно Да, к солнцестоянию Вот, и там самая сила Но мы сейчас говорим про весну И вот что тогда весной у нас можно собирать? В этот период весны Сейчас, когда начинается только пробуждение природы Актуально собирать корни Актуально собирать кору деревьев Почки И маленькие распускающиеся листочки На некоторых деревьях Почему именно сейчас? Какой механизм? Почему актуально это собирать сейчас? Во-первых, корни сейчас актуально собирать Потому что они имеют в себе накопленную силу И не раздали ее еще, скажем так, вершкам Сила корней не ушла в стебель Не ушла в лист Не ушла в цвет И сейчас очень актуально собирать корни Сейчас очень актуально собирать кору Почему кору? Потому что сейчас начинается сокотечение в растениях И трава обогащается полезными питательными веществами И как раз в этот период полезно собирать кору Но кору в общем и целом полезно собирать не со всякого места дерева А с молодых ветвей Чтобы возраст их не превышал 2 года Причем собирать ее нужно определенным образом Чтобы не травмировать дерево Мы аккуратно делаем два надреза круговых полукольца На расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга Обрыв связи Связь восстановлена Давай попробуем еще разок донести эту мысль про кору Которую ты начал Итак, расстояние Первое, что деревья должны быть молодыми Два года желательно Чтобы было в этом диапазоне Два, ну три максимум Чтобы уже такая кора была не застарелая И расстояние надрез от надреза Не более 30 сантиметров Друг на друга 20-30 сантиметров Значит, здесь не именно дерево нужно Чтобы было двухлетнее А достаточно того, чтобы ветвь была не старше двух лет А дерево может быть и старше Главное выбрать ветку такую Чтобы не совсем молодая, но и не старая была Да, совершенно верно Делаем круговые надрезы На расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга Потом соединяем их продольным разрезом И таким образом снимаем кору Далее я рассказывал, когда связь прервалась О том, что подходить к сбору целебных средств Из окружающей природы Нужно с большим пониманием Очень экологично Экологичность заключается в том, чтобы мы подходили к живой природе Как к живому существу И чтобы относились с уважением и бережно к ней Я бы даже рекомендовал Всем, кто собирается сбором трав, корений, плодов Что прежде чем осуществить какие-то действия Прежде чем собрать кору Прежде чем выкопать корешки Нужно каким-то образом Может быть часто прозвучит странно для некоторых Но переговорить с этим растением С этим деревом Сказать им о том, что мы собираемся сделать Попросить у этого растения разрешения Объяснить, зачем мы это делаем Для чего, какую пользу мы будем извлекать И поблагодарить растение за то, что оно нам помогает Если мы собираем какие-то травы, корешки То можно объяснять травам, корешкам Как бы это странно сейчас ни звучало О том, что мы не всю траву выкашиваем О том, что мы берем это для того, чтобы лечить И объяснять, что мы забираем именно столько, сколько нам нужно Тогда наше совместное существование с окружающей природой будет гармоничным Если же мы безжалостно будем уничтожать то, что нас окружает Будем забирать из природы травы больше, чем можем потребить Больше, чем можем переработать То природа может отреагировать в ответ И мы в скором времени, через какой-то промежуток времени Не будем видеть и иметь рядом с собой на лугах, полях Тех трав, которые нам будут нужны Это что касается экологичности Что касается тех трав, которые мы можем уже Тех фитопрепаратов, фитосредств, которые мы можем собирать в апреле То здесь можно назвать такие Береза У березы мы можем собирать кору Уже сейчас у березы мы можем собирать почки Далее, что касается березы Чем она нам полезна, чем она помогает Вот кора и почки Это прежде всего лечение мочеполовой системы Выделительной системы Далее брусника У брусники мы собираем листья Маленькие листочки Вот маленькие зеленые листочки, которые сейчас есть Мы их собираем Брусника прежде всего нам нужна для улучшения лимфотока Потому что правильное движение лимфы Правильное агрегатное состояние лимфы Является одним из залогов нашего здорового существования Затем сосна У сосна мы берем почки Вот эти маленькие маслянистые почки Сосна является прекрасным противовоспалительным Заживляющим противовирусным средством Затем горец змеиный У горца змеиного мы берем корневище Здесь следует отметить, что есть разница между корнем и корневищем Корневище это часть стебля, которая находится под землей И уже от корневища отходят корни Так вот, когда мы говорим, что мы собираем корневище Это говорит, что мы срезаем именно И используем часть стебля, находящегося под землей И принявшего форму корня Так вот, горца змеиного мы собираем корневище Для чего это нам нужно? Ну, горец змеиный является источником Хорошим источником дубильных веществ Соответственно, прекрасным противовоспалительным средством Вяжущим средством Очень эффективно использовать его при различных кишечных расстройствах Горец змеиный может быть аналогом граната Я в предыдущих эфирах говорил о том, что гранатовые корки Можно эффективно использовать при различных кишечных расстройствах Так вот, горец змеиный, корневище горца змеиного Точно так же можно использовать и настолько же практически будет эффективно Затем, что мы можем собрать еще в апреле? Это девесил В девесиле мы собираем корневище Причем, ранее я уже в эфире говорил Обратите внимание, что в конце марта В апреле, ну, конец марта уже прошел Но, тем не менее, погода у нас была достаточно такая прохладная Кое-где и морозная Поэтому нынешнюю ситуацию можно приравнять к концу марта, начало апреля И в этот период мы собираем кору Мы собираем корневище Корни Мы собираем почки И мы собираем молодые листья Это то, что мы собираем в этот период Стебли Цветы Это все будет гораздо позже Когда уже будет более тепло И растение постепенно начнет набирать силу Итак Девесила мы собираем корневище Зачем нам полезен девесил? Ну, прежде всего, девесил Очень хорошее заживляющее средство Девесил применяют для лечения радикулита Также девесил известен как противоопухолевое средство Девесил является достаточно универсальной травой И использование его, возможно, при различных заболеваниях Далее Дуб В этот период мы можем собирать кору дуба Но, как собирать кору дуба Я уже рассказывал И то же самое справедливое в отношении дуба То есть находим достаточно молодую ветвь Не старше двух лет И аккуратно берем с нее небольшой кусочек коры Делаем это все аккуратно Чтобы как можно меньше повредить древесину Причем, если кору мы будем срезать То в этом случае Вернее, если кору мы будем не счищать После надрезов А именно срезать ножом То здесь мы зацепим кору вместе с кусками древесины А это не всегда полезно Поэтому аккуратненько срезаем кору И вот в таком чистом виде используем Ну, дуб прежде всего это дубильные вещества Это противовирусное, противоантисептическое средство Как вяжущее средство Далее В этот период мы собираем кору калины Калина это, опять же, дубильные вещества И здесь хочу обратить внимание Что в коре многих растений Содержатся дубильные вещества Именно в коре Чем может быть обусловлено это свойство Это полезное свойство Тем, что кора у растений Первое встречает на себе Воздействие грибов Воздействие каких-то паразитов Воздействие каких-то вредоносных простейших И поэтому содержит в себе средства Для того, чтобы не пустить Этих паразитов в растения Для того, чтобы защитить растения И наши предки издревле заметили это свойство И использовали И, значит, по поводу коры калины Калина содержит в себе также дубильные вещества Калина ускоряет стёртываемость крови Является прекрасным антисептиком И купирует воспалительные процессы Затем, кора крушины Крушина является мягким слабительным средством Помогает при лечении запоров Помогает при атонизации кишечника Затем лопчатку В лопчатке мы собираем корневища Корневища лопчатки полезны в очень многих случаях Вообще лопчатка такое универсальное полезное растение Оно и улучшает иммунную систему И улучшает работу пищеварительной системы Улучшает работу сердечно-сосудистой системы Выводит шлаки, токсины Заживляет раны Спектр деятельности корневища лопчатки Очень обширный Я рекомендую применять его В принципе при множестве болезней Единственное конечно Не то что применять при множестве болезней А рекомендую заготавливать его И использовать при необходимости Затем папоротник мужской Доступен уже в этот период У него мы собираем также корневища Причем хочу отметить Что корневище папоротника мужского На мой взгляд является наиболее эффективным средством Наиболее действенным средством Против глистов каких бы то ни было Различных видов Действует вплоть до того Что изгоняет цепни из нашего кишечника Из организма Я можно так сказать Даже настоятельно рекомендую Использовать корневища папоротника мужского Для избавления организма от гельминтов Прекрасное средство Прекрасное глистогонное средство В принципе по силе воздействия Наверное опять же на мой взгляд Не имеет себе равных Хотя конечно тут можно употребить Вернее упомянуть Достаточно такие токсичные травмы Травмы как полынь, пижма и так далее Но исходя из моей практики Корень мужского папоротника Обладает более сильным глистогонным Эффектом Затем в этот период в апреле Мы собираем листья толокнянки Листья толокнянки Это прежде всего Мочегонное средство и антисептик Также Очень полезное И очень полезное фитосредство Можем собирать это Почки черного тополя В апреле Почки черного тополя Могут помочь нам Как более утоляющее Заживляющее Заживляющее Вяжущее Успокаивающее Какое-либо сырье В апреле Здесь я считаю разумным Целесообразным Упомянуть о том Как правильно это сырье Заготавливать Как правильно его Хранить И каким образом Лучше его употреблять Итак Поскольку Мы здесь перечисляли В основном Кору Корневища То следует заметить Что кору Корневища Следует Просушить Вернее Не то что следует А здесь опять же Нужно немножко Отступить назад И сказать о том Что собирать вообще Фитопрепараты Следует В ясную Солнечную погоду В сухую погоду Вот Желательно Уже после того Периода Когда сошла Роса И Не позже Пяти Тире шести Часов вечера То есть В этот промежуток Когда сошла Роса И до Пяти вечера Почему Потому что В этот период Наблюдается Не наблюдается А по факту Есть Наибольшая Активность Солнца Солнце Наделяет Растения Целительной силой Энергии Живительной И поэтому Собирать их Лучше В этот период Итак Как мы Заготавливаем Корни Корни Мы Сушим Прямо На солнце Мы Их не Прячем Ни под Навес Ни куда-то На чердак Ни в подвал Ни в коем случае Ни там А именно Сушим На солнце Причем Причем Корень Корневища Достаточно Толстый То мы Разрезаем Его Так Чтобы Толщина Корня Была Не больше Чем Порядка Где-то Полтора Два Сантиметра Для Просушки Сушим На солнце Как определить Границы Того Что Корень Уже Высох Корень Под нашими Пальцами При надавливании На него Должен Похрустывать Это будет Говорить о том Что мы Правильно И хорошо Высушили Корневище Хранить Следует Наши Корневища В Хорошо Проветриваемых Ни в коем Случае Ни влажных Местах Чаще всего Для этого Подходят Чердаки Подвалы В чем Хранить Корневища Корневища Как и Прочие Травки Их можно Хранить Различными Способами Можно их Подвешивать В тени Где-то Можно их Хранить В бумажных Пакетах В деревянных Коробочках Либо В Мешках Как-то Правильно Сказать Таких Натуральных Мешках Не целлофанов Далее Мы Говорили По поводу Коры Кору Точно так же Мы ее Собираем И просушиваем На открытом Солнце Затем Измельчаем И храним В принципе Так же Названными Способами Опять же Как проверить Готовность Высохла Кора Или нет До необходимой Консистенции Опять же Мы ее Немножко Придавливаем И она Должна Как сухое Дерево Потрескивает Как мы Сушим Листья и почки Которые Собираем В этот период Листья и почки Мы сушим Не Под открытым Солнцем А Где-то Под навесом Или на чердаке Где есть Хорошая Вентиляция И Сушим В принципе До Потери Где-то Три Третья Объема Затем Также Кладем В какую-то Тару Если это Допустим Листики Достаточно Большие Ну не то Что большие Если их Можно связать В какой-то Пучочек Мы можем Связать В пучочек Подвесить Где-то В несолнечном В тенистом Месте Ну или Сложить В пакетик Коробочку Деревянную Или в такой Небольшой Мешочек Холщовый Тканевый Вот Это Что касается Заготовки И хранения Вот Забегая Вперед Можно рассказать О том Как же Хранить К примеру Стебли Как Вернее Как заготавливать Стебли Как заготавливать Цвет Значит Стебли Мы Заготавливаем Также Под навесом Без Открытого Попадания Солнечных Лучей Толщиной Обладать запахом Соответственно Тем Который У него Имеется Вот Ну Собственно Говоря О том В какое Время Дня Собирать Мы поговорили О том Что собирать В каком Месяце Мы поговорили Как Это Заготавливать Как Хранить В принципе Тоже Поговорили Вот Дальше Можно Если Это Интересно Сказать О тех Веществах Которые Собственно Говоря И составляют Силу Растений Но Не то Что Погрузиться Очень Подробно В это Потому Что На это Нужно Очень Много Времени А В целом Перечислить Чему Обязаны Травы Своей Эффективности Для Общего Развития Моего И вашего Это Алкалоиды Сложные Органические Соединения Большая Часть Полезных Свойств Растений Обусловлен Именно Алкалоидами Затем Можно Назвать Фенольные Соединения Эфирные Масла Эфирные Масла Это Летучие Маслянистые Нерастворимые В воде Вещества Обладающие Достаточно Резким Запахом Гликозиды Биологически Активные Вещества В большей Степени Которые Представляют Из себя Кристаллы Плохо Растворимые В воде Гликозиды И растения Которые Содержат Гликозиды Требуют Достаточно Быстрой Сушки Потому что Достаточно Быстро Распадаются Это Своего рода Можно По-простейски Сказать Сахара Молекула Которая Содержит Агликон И Гликозидный Остаток В виде Сахара И вот Этим И обуславливаются Различными Наборами Компонентов Полезные свойства Некоторых растений Потом содержатся Смолы В травах Смола Это Полужидкое Липкое Вещество С характерным Запахом Нерастворимое В воде Часто их Растворяют В эфире В ацетоне Причем Долго Долго Незасыхающие Смолы Называют Бальзамами Я Долгое Время Считал Что Бальзам Это Что Такое На водке Сделанное Вернее На спирту Сделанное Которое Можно пить И оказывается Бальзам Это Долго Незасыхающая Смола Также В растениях Содержатся Органические Кислоты В принципе Органические Кислоты Определяют Вкус Растения В растениях Содержатся Витамины В растениях Содержатся Фитонциды Фитонциды Это Особые Химические Вещества Которые Подавляют Рост Бактерий Грибов И Паразитирующих Простейших Очень полезное Свойства Растения Оно Помогает Вернее Очень полезно Для человека Мы можем Использовать Это качество Растений Выращивая У себя И в помещении В комнатах Цветы Активно Выпускающие Фитонциды И на Приусадебных Участках Хочу отметить Такое растение Как можжевельник Оно вырабатывает Порядка 30 кг Фитонцидов В сутки Если я ничего Не путаю Так вот Это Средний куст Этого Количества Фитонцидов Хватит Чтобы дезинфицировать И Ваш дом Если у Вас Помещение Проветривается И весь Прилегающий К нему Участок Тем самым Вы В принципе Можете Обезопасить Себя От грибов Вирусов И тому подобное В растениях Содержатся Ферменты Это Вещества Ускоряющие Течение Биологических Процессов В организме Ну и В растениях Содержатся Слизи И липиды Слизи Это Густые Растворимые В воде Вещества А липиды Ну это же Жиры В основном Жиры Содержатся В плодах Вот Собственно говоря Это Общая часть Которая Как вступление К нашему эфиру И Далее Если есть Какие-то Дополнения Вопросы Давайте дальше Обмениваться Мнениями Разговаривать Хорошо Хорошо Слышно Меня Да Слышно А меня Тоже слышно Отлично Мы друг друга слышим Мы слышим и люди Вопросы уже идут к тебе Через чат Напомню Что чат Народного славянского радио Находится на сайте Народное славянское радио В любом поисковике Набираете Народное славянское радио Дальше Нажимаете на кнопочку Попадаете на сайт Слава в мир Точка Орг Дальше Ищите слово Чат Нажимаете Если еще не зарегистрировано Продумываете себе Логин и пароль И становитесь Постоянным пользователем Задаете вопрос Общайтесь с друзьями В чате приветствуется Здравомыслие И совершенно не допускается Злые разговоры Глупости Грубости И недоброе обсуждение Итак Давай сделаем Заключение По вступительной части Корешки И коренья Немножко отличаются Между собой Это понятно Но все что растет Под землей Мы сушим на солнце Разрезав До Примерно Толщины Не более Двух сантиметров От одного Сантиметра До двух В этом диапазоне А вот все Что росло Над Землей То мы Сушим В тени И первые Указатели Того что Корешки готовы Когда мы на них Надавливаем Они начинают Хрустеть Вот это говорит о том Что они хорошо высушены И после того Как высушены корешки Мы их можем убирать Или в стеклянные банки Которые закрыты Или в холщовые мешки Или куда-то заворачивать Чтобы они Не намокали Чтобы было Свободное проветривание А травки Мы сушим Наоборот В тени То есть то что было На солнце Мы сушим в тени И опять же До той степени Когда примерно До двух третий Потерялась влага То есть они стали Такие уже Ближе к хрупкому состоянию Но еще не хрупкие Вот в этом Заключается секрет Что они уже Более-менее готовы Да? Правильно тебя понимаю? Да, правильно Хорошо И также мы храним их В пакетах бумажных Холщовых Тканевых Или подвешиваем Или раскладываем Там где Есть какое-то Проветривание Но нет прямых лучей Чтобы там они сохранялись Или подвешиваем Или растилаем Теперь Это мы говорили Про растения Про кору Слушай, я Максим, можно секунду Дополнение Я запамятовал Сказать, что корешки Можно помимо того Что разрезать Их можно еще надрезать Знаешь, делать такие вот Надрезы по кольцу По корню И тем самым Мы корешок не разрезаем Но надрезы делаем И помогаем высыхать Более глубинной части Так тоже можно делать И еще Очень важное такое дополнение Ну, не знаю Лучше Для сбора растений Использовать не металлический нож А керамический Понятно, что керамический нож Это изобретение последнего Это нож Такое техническое Но Вернее Есть такая теория О том, что При контакте металла С Растительной средой Там теряется часть Полезных веществ Там заряд как-то изменяется И поэтому Чтобы, допустим Отсечь подобную вероятность Можно использовать Керамический нож Ну, что-то Какое-то Керамическое Резающее средство Или же Если все-таки Приходится пользоваться Металлическим То заряжаем его Позитивно Скажем так Нож Заряжайся позитивно И он зарядился Ладно Хорошо Я на музыкальную паузу Не буду переходить Потому что Неравен сейчас Еще собьет связь А мне этого не хочется Так что Потерпим без музыки Тем более, что Интересно все У нас здесь получается Хорошо Разобрались с этим Теперь что Мы продолжим разбирать Теперь как применять Корни И растения Высушенные И кору Или Про пчелок Поговорим Давай дальше Как мы их будем употреблять Что можно делать Как приготовить Вернее Как приготовить Давай Давай Ну Самое простейшее средство Это порошок Мы можем взять Наше сырье Измельчить его Истолочь И получим порошок Порошок Мы можем принимать Как внутрь Выпивать его Так можем И присыпать его наружно Очень такое Достаточно Простое И эффективное средство Кстати Ранее Сейчас уже менее Ранее Порошки Использовались Очень Обширно Скажем так И повсеместно Сейчас почему-то Не знаю Такая форма приема Трав Менее распространена Но Тем не менее Она имеет место быть И очень легко готовится Здесь Не нужно их Вернее Не нужно травы Корешки Заваривать Что-то Как-то на них воздействовать А истерия в порошок Они в своем Первичном виде Попадают к нам В организм Далее Что можно делать Можно Делать различные экстракции Собственно говоря В чем и заключается Основная идея Фитотерапии Экстрагировать Из растения Какие-либо Полезные вещества Как мы это можем делать Мы это можем делать Посредством Воздействия Водой На сырье То есть Можно Комнатной температурой Сырье заливать И вот таком вот Виде Долго-долго Его настаивать Это применимо Тогда Когда К примеру Есть Не то что Холодную Комнатную А вот такой Теплой водой Его заливаем Не горячей Ни в коем случае Теплой водой Там порядка В районе 30-35 Даже Ну можно 40 градусов Заливаем И Какой-то Продолжительный Период Времени Настаивается Сутки Двое Трое Может быть Больше Это делается Для чего Для того Чтобы сохранить Эфирные Летучие Вещества Если Мы Такие Растения Обдадим Горячей водой То можем Просто их Потереть Далее Можно Экстрагировать При помощи Горячей воды Но это Всем известные Нам Отвары Напары Настои Вот Далее Можно экстрагировать При помощи Спиртосодержащих Жидкостей Это Опять же Специфические Спирторастворимые Те растения Которые Содержат Специфические Спирторастворимые Вещества Там Где Экстракция Спиртовыми Растворами Получается Лучше Там Можно Использовать Спирт Хотя Алексей Этого Не любит Но я Не назло ему Но просто Для общего Сведения Решил Об этом Рассказать Не Ну то что Спирт я не Люблю Это Однозначно Спирт Или приобрели Где-то В аптеке Спиртосодержащий Какой-то Препарат А их сейчас Огромнейшее Количество Это могут быть И детские Препараты Например От кашля Или что-то еще Имейте ввиду Что Там В детском Препарате Вот то что Полезно Совсем чуть-чуть Все остальное 98% Спирт И сахара Как правило Так вот И то и другое Не полезно Но хотя бы Хоть как-то Себя Вашего ребенка Обезопасить Есть очень простой Способ Или на бане Или просто Через кипячение Вы вывариваете Этот спирт Спирт начинает Вывариваться Когда температура Поднимается Больше 70 Ближе к 80 градусов Поэтому можете Поставить Баночку Открыть Поставить ее На огонь Ну не саму баночку А в кастрюльку Которая на огне стоит Подложив что-то На донышко Под донышко Этой баночки И просто В кипящую воду Поставить На некоторое время Или вскипятить Вместе Чтобы она не лопнула И тогда спирт С какой-то время Летучится Если совсем Уждать некогда Наливаете Просто-напросто В ложку Или в какую-то Металлическую емкость Поставили На огонь Помешали Когда начинает Подкипать Не давая закипать Разогрели До этой температуры И спирт И тем самым Вы просто Обезопасите Своего ребенка Это первое Самое средство Безопасности При применении Спирто Содержащих Препаратов Которые Еще раз говорю Огромное количество Вас даже об этом Не предупреждают Ну да Совершенно верно Кстати Есть такой способ Этот рецепт Еще иногда Называют Костоправским Как Извлекать Из зверобоя Полезные вещества Сначала Зверобой Заливает Определенным количеством Спирта Спирт хорошо Экстрагирует То что Ему нужно Экстрагировать И затем Этот спиртовой состав В него добавляет Масло И подвергает Кипячению И вся экстракция Из спирта Переходит в масло А спирт улетучивается И по факту Остается Масло Зверобойное масло Обогащенное Всеми полезными Штуками Но спирта там нет Ну я думаю Что это не только Зверобой Относится Это возможно Относится и к другим Где много очень Эфира К другим растениям Ну конечно Да Конечно Я на примере Зверобой Это сказал Вот А так Можно и в других Случаах Это применять Хорошие средства Мне понравилось Ну здорово Так Значит По поводу Спиртовой экстракции Мы сказали Затем Может быть Масляная экстракция Мы заливаем Сырье маслом Настаиваем Определенное Количество времени Причем Нужно обратить Внимание Что В основном Мы Все настаиваем В тени Где-то Возможно Даже Не то что В теплом А в таком Достаточно Прохладном Месте Но вот Зверобой Эффективно Настаивать При солнечных Лучах При попадании Ультрафиолета Вот в масляную Экстракцию Зверобой Там происходит Некоторая реакция Которая является Очень полезной Это прям Сурится какая-то Получается Ну да Ну да Типа того Вот Масляная Экстракция Производится Затем Можно использовать Фитопрепараты В виде Сиропов Но в данном Случа Я не буду Говорить Что сахар Мы здесь Употребляем Можно использовать Для этой цели Мед Вот То есть Смешивать Сырье С медом И точно так же Мед будет Вытягивать На себя Полезные Вещества Затем Мы Получаем Мед становится Обычно Немножко более Жидким Чем он есть Часто так бывает Что получается Возможность Его процедить И на выходе Мы имеем Такие своеобразные Очень вкусные Очень полезные Сиропы Травяные Вот Ну соответственно Для этого Необходимо Использовать Мед С нормальным Качеством Вернее С нормальным Уровнем Влажности То есть Мед Который является Жидким Мед Который является Сухим Засахаренным Для этих целей Не подойдет Вот Затем Какие еще Виды экстракции У нас существуют Ну собственно говоря Наверное Это все Итак Подытоживая Можно сказать Что Фитосырье Можно употреблять В виде порошков Можно употреблять В виде Водяных Настоев Как Горячей водой Так Теплой Водой Можно употреблять В виде Спиртовых Настоев Масляных Настоев И настоев На меду Вот Таким образом Мы их Приготавливаем Также Для наружного Применения Возможно Изготавливать Мази Особенность Изготовления Мази Заключается В том Что Во-первых Мазь Это средство Для наружного Применения В качестве Основы Мази Мы можем Использовать Различные Пластические Субстанции В принципе Различные Крема Которые Считаем Нужны Можно Использовать Резелин Можно Использовать Ланолин Можно Использовать Различные Животные Жиры Можно Использовать Даже Какие-то Растительные Масла В принципе Для мази Можно Обширный Перечень Носителей Привести А Суть Мази Заключается В том Что В это Вещество Носитель Мы добавляем Какой-то Полезный Фитопрепарат И Соответственно Этот носитель Получает Из него Получается Мазь Которая Обладает Свойствами Которыми Обладает Наш Фитопрепарат Обычно Это Делается Мази Изготавливаются Для того Чтобы Нанесение Фитопрепарата Имело Какой-то Пролонгированный Длительный Эффект К примеру Если Мы Сделаем Присып Порошка На Рану То Можно Предположить Что Он Достаточно Быстро Оттуда Упадет Порошок Ну Или Как-то Сыпется В одну Часть Под действием Силы Тяжести А если Мы Из этого Порошка Изготовим Мазь То есть Допустим Добавим Этот порошок Ланолин К примеру Перемешаем И нанесем На рану То есть Здесь Мы сможем Достаточно Равномерно Разместить Полезные Вещества На пораженном Участке И Воздействие Будет Более Эффективным Вот Собственно Говорят Для чего Нужны Мази Вот Также В современном Скажем Так И Народной Медицине Любой Ортодоксальной Медицине Можно Использовать Спрей То есть Сделать Спрей Спрей Что это Такое Это Ну В принципе Жидкая Консистенция Которую Мы можем Распылять То есть Наносить Фитосредство На Наружные Слои На кожные Покровы На власяной Покров При помощи Распыления И Таким Образом Тоже Производя Какое Такое Терапевтическое Воздействие На мой взгляд Прямо сейчас Вроде бы Я все Перечислил Способы Применения Фитопрепаратов Сырья Или что-то Еще Можно добавить А давай Немножко Расширим Какие Лучше Применять Носители Вот я знаю Что Лично я пробовал Это детские Кремы Это Покупал В аптеке Какие-то Там Маслянистые Жидкости Различные С ними Вместе Смешивал Или Какие-то Там Ну Вот Похоже Что-то Как же Называется С головы Вылетело И просто Добавляешь Туда Что-то И Получается Такой Вроде Крем Не крем Но Он Долго Работает Причем Это Не только Для Высушенных Каких-то Семян Плодов Травок Корневищ А вообще Вот Там Что-то Можно Разводить И Получается Такой Крем Крем Пролонгированного Действия Лечебный Туда Можно Добавлять Эфирные Масла Туда Можно Добавлять Какие-то Там Даже Концентрированные Может быть Вплоть до того Что пчелиный яд Можно смешать С вазелином Или с ланолином И нанести На пораженный Участок К вопросу О носителях Ну Я Часто Использую Вазелин Вот Полезно Еще Использовать Ланолин Ланолин Это Такая Биологически Активная Штука Которая Получает Если Мне Ничего Не Изменяет Из Животных Но К сожалению Да Приходится Убивать Животных Погибать Животные При получении Этого Ланолина Но Такова Суть Можно Использовать Еще Действительно Детский Крем В принципе Можно Любые Крема Использовать Добавляйте В них Полезные Свойства Главное Чтобы Не было Переусердствования Потому что Если В разогревающий Крем Еще будете Добавлять Какие-то Такие Перцовые Добавки Еще Что-то То можно Обжечь Кожные Покровы Поэтому Старайтесь Выбирать Нейтральные Носители Чтобы Это Нейтральное Вещество Которое Само По себе Кроме Увлажняющего Эффекта Никаким Болей Не обладает Вот Собственно Наверное Так Я использую В основном Вазелин Ну Не знаю Насколько Это Верно Дешевые Сердиты То что Называется Да Дешевые Сердиты Хорошо Так О чем Еще Поговорим О чем Еще Поговорим Ну Давай Поговорим О тех Травах О тех Растениях Которые Достутны Каждому Которые Собственно Говоря Находятся У нас Можно Сказать Под ногами И при этом Они являются Очень полезными Средствами Здесь Можно Обратить Внимание На Такую Траву Как Спарыш Иначе Ее называют Горец Она Растет Везде В принципе Это Такая Травка Стелющаяся Узловатая С маленькими Такими Листиками Часто Очень На тропинках Рядом Растет Так вот Этот Спарыш Он Выводит Любые Камни Из Организма Он Обладает Противовоспалительным Действием По отношению К желудочно-кишечному Тракту Он Обладает Свойствами Заживления Ран Спарыш Я думаю Всем известен У меня По крайней мере Рядом с домом Растет Такое множество Что Собирать Не пересобирать Кстати Известная Травница Зайцева Она Говорила О том Что Природа Настолько Мудра Настолько Прозорлива Что Рядом С Домами Рядом С хатами Людей Которые Болеют Или страдают Какими-либо Недугами Природа Выращивает Именно Те травы Которые Помогают Справиться С этими Недугами В одной Из своих Лекций Она приводит Примеры Того Что Она Идя По своей Деревне Видит Большое Сборище Большой Куст Коей-либо Травы Зная Ее Слово Она Заходит В дом И Спрашивает У жильцов Дома А есть ли В доме Допустим Люди Страдающие Сердечными Проблемами Оказывается Что Да Есть Один А то и Несколько Человек Ну и Она Говорит А вот Природа Вам С домом Смотрите Сколько Этой Травы И она Будет Вас Лечить Обратите Внимание Говорит Дальше Идет Смотрит Тоже Большая Полянка Целебной Травы Которая Помогает Допустим При каких-то Проблемах Желудочно-кишечного Тракта Заходит В дом Спрашивает А есть ли Кто Страдает Желудком Запорами Кишечник У кого болит Говорят Есть Да Вот Она Говорит Вот Смотрите Видите Рядом С вашим Домом Какая Полянка Я к чему Это говорю Что Следует Обратить Внимание На Те Растения Те Травы Которые Природа В виде Дикоросов Размещают Рядом С вашим Жилищем Возможно Это Помощь Вам И подсказка О том Как избавиться От тех Физических Проблем Которые Вы Ощущаете Ведь Мы Являемся Не только Физическими Телами Но Обладаем Инертической Структурой И Соответственно Входим В взаимодействие С природой Которая Также Обладает Инертической Структурой И Входим В взаимодействие С планетой В целом И Возможно Планета Таким образом Помогает Нам Выращивает Полезную нам Травку У нас Прямо Под ногами Итак А давай Сейчас про спорож Например Тоже самое Поговорим Вот Растет Например Спорож Где-то у нас На участке К примеру Ну вот Сейчас мы вышли Смотрим Он зелененький Вылез Набрали его Вот так Чуть-чуть Чтобы было Для пробы Подсушили Как мы говорили Он стал таким Вот уже Полухрустящим После этого Что нам нужно сделать Нам нужно Его как-то Применить Вот как Его применяем Взяли Небольшую часть Там Грубо говоря На ложечку Столовую Да Залили ее кипятком Настаивается И потом Надо что Его пить И как часто Его пить В каком количестве Ну прежде чем Заварить Его желательно Когда он высох Его измельчить Все равно Не в порошок Но измельчить Вот И Что касается Вот корешков Кстати Это Не сказали Корешки Когда мы их высушили Когда они уже готовы Чем лучше Вообще Чем лучше сырье Перед использованием Мы измельчаем Тем Лучше из него Выходят полезные вещества Тем лучше экстракция Поэтому Этот спорыш Мы измельчаем Делаем из него Такой Маленький Такой сухой Порошок Ну не порошок Такие маленькие Сухие частички Берем Берем Примерно Столовую Ложку Спорыша Заливаем Его Примерно Пол-литром Горячей воды Ну не обязательно Совсем кипятка Достаточно Там От 70 До 95 Градусов Заливаем Его пол-литрами Кипятка Можно в стеклянной банке Можно в термосе Но не закрываем Крышкой Делаем так Чтобы он имел Возможность дышать При этом Не закрываем Его ни пленочкой Ни тряпкой Даем его Настояться Ночь Ну или порядка 10-12 часов После этого Мы его процеживаем И в принципе Вот настой Спорыша готов Вернее Правильнее сказать Напар Напар спорыша Будет готов Как мы его пьем Ну в классической схеме Можно сделать как Мы пьем его В течение всего дня Вот эти вот Примерно 450 миллилитров В течение всего дня В отрыве от еды Можно было сказать Натощак Но я сказал В отрыве от еды Сознательно Почему? Потому что Что значит В отрыве от еды? Это примерно За полчаса До еды Или через Час-полтора После еды В течение всего дня В принципе Можно даже Не заострять внимание На то Какими дозами Мы его пьем По стакану Или по полстакана Небольшими частями Чем чаще В принципе тем лучше И в течение всего дня Мы выпиваем Вот эти вот Пол-литра Вот это В принципе Как надо долго Продолжать Эти пол-литры Выпивать День, два, три Неделю, месяц Значит В качестве Терапевтического Воздействия Мы можем употреблять Одну и ту же Траву В течение Четырех недель Затем Желательно Либо прекратить прием Либо сменить траву Потому что Если мы применяем Траву Сроком Длить более чем Четыре недели То Эта трава И те Биологически активные Вещества Которые в ней содержатся В принципе В каждой траве Содержатся Какие-то токсины В легких дозах Они начинают Накапливаться В нашем организме И со временем Мы можем получить Отравление Даже самой полезной Травой Поэтому Для техники безопасности Для того Чтобы не навредить Мы Во крайней мере Я рекомендую Использовать в течение Четырех недель Потом Либо две недели Перерыв И можно повторить Ту же самую травку Либо сразу же Тут же Можно ее поменять На другую травку Которая К примеру Воздействует На сходную Область организма На сходный орган И то При этом Можно Если организм Несколько слаблен Можно применить Такую схему Что пить Не семь дней в неделю А пять дней в неделю То есть Пять дней в неделю Мы пьем Два дня в неделю Мы отдыхаем И так В течение Четырех Всех четырех недель Понятно Такой принцип Он в принципе Для всех Трав подходит Да Для всех Трав подходит Единственное Здесь Стоит упомянуть О том что Употребление Трав Детьми Это отдельная Категория Употребление Трав Беременными Женщинами Это тоже Абсолютно Отдельная Категория Употребление Трав Ослабленными Людьми Это тоже Совершенно Отдельная Категория То о чем Мы сейчас Сказали Это Ослабленными Людьми Я имею в виду В какой степени Когда уже Почки Печень Человека Находятся На уровне Серьезной Патологии А Пока в принципе Почки Печень Человека Работают Так более Менее То ему Можно в обычном Режиме Принимать Трав Как только Произошли Какие-то Патологические Изменения В почках Печни То здесь Следует Применять Щадящий Режим Потребления Фитопрепаратов Щадящий Режим Заключается В том Что мы Берем Некоторую Часть Зачастую Это малая Часть От нашего Напара От столовой Ложки До Полстакана И разбавляем Сверху Допустим Пол литрами Воды И у нас Получается Такая Щадящая Гомеопатическая Фитотерапия То же Самое Справедливо И в отношении Приема Фитопрепаратов Для детей То есть Чем меньше Возраст Тем Меньше Доза Фитопрепарата Соответственно Мы можем Брать Пол чайной Ложечки На пар И разводить Его Стаканом Или пол литрами Теплой воды И принимать Здесь уже Относительно Дозы Нужно начинать С самых Малых Доз И Если есть Необходимость То постепенно Их повышать Что касается Беременных Женщин То здесь Это все Очень Сугубо Индивидуально Здесь Необходимо Обязательно С кем-то Советоваться Консультироваться Если у вас Самой Не хватает Знаний На свой Страх И риск Здесь Я считаю Что нельзя И очень опасно Действовать Ну вот Собственно Ну ясно Ну ясно Я думаю Что Наша Задача Как Поступить В эфире Наша Задача Пробудить Интерес У слушателей Для того Чтобы Самостоятельно Они начали Изучать Эту тему А не для того Чтобы На каждый Случай На каждый Чик Дать Какую-то Рекомендацию То есть Мы разбираем Общие Примемы Общие Признаки Какие-то Заболевания И так далее И даем Какие-то Рекомендации А дальше Уже Включается Здравомыслие Человек Желает Что-либо Изучить И начинает Уже Искать Какие-то Подсказки Самостоятельно Тем более Что интернет Достаточно Сейчас Хорошо развит Там Помощи Огромное Количество Ну А мы Делая Эфиры Будем Помогать Разбираться Кстати Пришла В голову Такая Мысль Поручить Арираду В свободное От работы Время Иногда Выпускать Эфиры Оффлайн То есть Записывать От 30 минут До часу Какие-то Свои Беседы Разбирая Вопросы И назвать Эту тему Можно Рублику Ответы От доктора И Потом В какой-то День недели Вместо Живого Эфира Просто Выводить В эфир Вот я Предлагаю Нашим Радиослушателям Ответить Как вы Думаете Если будет Такая Передача Появляться Какой-либо День Недели В какое-то Определенное Время Это Будет Хорошо Или Все-таки Лучше Раз в месяц Проводить Живые Эфиры Или Может быть И то и Другое Приемлемо Вот пожалуйста Жду Вашей реакции Ваших Ответов А мы Пока Потреблять В измельченном В виде И так далее Что-то еще По травам У нас есть Или будем Уже к пчелам Переходить По травам Можно еще Поговорить По поводу Иванчая Клевер Колокольчика Крапивы Лопуха Мать и мачехи Адуванчика Подорожника И так далее То есть Рассказать Ну наверняка Многие об этом Обо всем знают Масса информации Как ты правильно Говоришь Есть в интернете Поэтому В принципе Давай переходить К чему он Давай Ну мы можем Как Мы можем Например Просто пройтись Сказать Что Вот Принцип Вы теперь Поняли Как заготавливать Когда заготавливать Корешки Вы тоже Поняли Коренья Как сушить Тоже Поняли И теперь Мы просто Можем пройтись По самым Распространенным Ну например Лопух Вот для этого Хорош Математич Вот для этого Хороша И так далее Чтобы Не занимая Уже Первую часть Не повторяя Мы просто Прошлись По основам Полезности Этих растений Давай тогда Вот смотри Лопух У нас Лечит В принципе ЖКТ Я по простецки Так буду Объяснять Не вдаваясь В наукообразность Значит Лопух Лечит ЖКТ Желудочно-кишечный Тракт Да Лопух Лечит Желудочно-кишечный Тракт То есть Лечит Желудок Двенадцатиперстную Кишку Кишечник Поджелудочную Железу Является Мочегонным Патагонным Можно его Применять При камнях Почках При подагре При сахарном Диабете Хорошо Лечит Перхоть И выпадение Волос Кстати Что касается Мати-мачехи Мати-мачехи В основном Это как Отхаркивающее И патагонное Средство То есть Мы лечим Воздействуем Вернее На выделительную Систему И воздействуем На дыхательную Нашу систему Потом Можно сказать Об Иван-чае Иван-чае Это прекрасное Противовоспалительное Средство Спазмолитик Растет Также В одной части Нашей страны Повсеместно Затем Клевер Хорошее Отхаркивающее Средство Мочегонное Прекрасно Им промывать Глаза Если есть Какие-то Гнайничковые Воспаления Если есть Какие-то Покраснения Клевером Промывать Глаза Просто Чудесно Потом Клевер Прекрасное Болеутоляющее Средство При ожогах Затем Можно сказать О колокольчике Колокольчик Хорошо устраняет Внутренние Кровотечения И что Интересно Лечит Исколки Эпилепсию На эпилепсию Скажем Странно Обрыв связи А вот и он Обрыв связи Раз Обрыв связи То давайте Как-то Этот вопрос Будем лечить А чем Его будем лечить Лечить Мы будем Музыкальной Паузой Тем более Что время Пришло Итак Отдыхаем Три минуты Запасаемся Свежей порцией Тепленькой Водички И полезного Чая Не китайского Чая Нашего А мы пока Восстанавливаем Связь Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем Разговор На народу Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 5 апреля 2016 года Вторник По одному Из старинных 35 день Месяца Пробуждения Природы 7524 лета Кто Пятница Кто празднует День Памяти Предков Тех Поздравляю Ну кто не празднует Тех Естественно Не поздравляю Травы И пчелы Для здоровья Человека Это тема Сегодняшнего Живого эфира Главный Сведущий Захар Белинский Рерат Все-таки Хочется отметить Какие же у нас Есть шаманы В чате Один написал Все Чай закончится Надо Паузу делать Все Делайте Паузу Я побег И так далее И раз И связь прервалась Ребята Поосторожнее С мыслями Они как видите Материализуются Очень быстро Итак Рерат О чем еще поговорим Ну Я закончу Тогда По поводу Расскажу По поводу Папоротника Папоротник Ну в принципе Папоротник Я уже говорил Потом Подорожник Подорожник Является Прекрасным Противовоспалительным Средством Заживляет ран Лечит Мочевой пузырь Прекрасное Кровоостанавливающее Средство Ну и Хотел бы Отдельно Остановиться По поводу Полыни Есть полынь горькая Есть полынь обыкновенная Вроде бы И там полынь И там полынь Однако же Полынь горькая Является Практически Сугубо Глистогонным Средством А полынь обыкновенная В большей степени Является Успокоительным Средством Для нервной системы Вот Такая Собственно говоря Разница И Что касается Полыни Я сейчас Начал Экспериментировать С полынью Сделал состав Для Внутривенного Введения Его Можно так сказать Если это Конечно Применимо Успешно Испытал На себе То есть Я Ввел себе Полынь в вену Определенным образом Остался жив Не умер Скажем Хотя изначально Переживал Хотя можете Переживать Не о чем было Но тем не менее Слегка я конечно Переживал Что там Со мной Будет Ну И Как следствие Зачем Собственно говоря Я это делал Для того Чтобы Получить Возможное Средство Которое Будет Эффективно Справляться С вирусами В нашем Организме С опухолевыми Процессами С грибами И так далее Многие Онкологи Сейчас говорят Об эффективности Полыни При различных Онкопроцессах Даже Используют При лечении Онкобольных Препараты На основе Полыни Которые По факту Не являются Противоонкологическими Но тем не менее Свою эффективность Имеют И вот Я решил Сделать Форму Полыни Которую Можно было Внутривенно колоть Соответственно Повысить Эффективность Применения Полыни Сейчас в основном Как полынь Применяют Перорально То есть Пьем В виде Каких-то Заварок Настоек Она конечно Усваивается Организмом В желудке В кишечнике Там частично Может даже В носоглотке Начинает усваиваться Но Когда Полынь Вводится Непосредственно В вену Я считаю Что это Ну не то Что я считаю Это является Более эффективным Средством А я считаю Что Это может быть Хорошим лекарством И очень сильно Помочь Больным Тем У кого есть Какие-то Воспалительные Вирусные Процессы В организме Хорошо Что ты не читаешь Чат Там Когда ты стал Говорить Про полынь Да и то Что в вену Тут вообще Пошли интересные Высказывания Я надеюсь Ты не засовывал Сухую полынь В вену Ты как-то там Сделал Хитрый раствор Да Я Сделал Стерильную Форму Стерильную Водную форму И Смешал ее С содовым Раствором И ввел в вену Зачем я сделал С содовым Потому что Полынь является Достаточно токсичным Средством А сода Она Помогает При отравлении Чистит кровь И поэтому Чтобы обезопасить Первое введение Потому что Все-таки Токсины Они и есть Токсины Отравляющие вещества То я смешал Ее с содой Сделал Определенную Концентрацию Полыни В содовом растворе И таким образом Ввел в вену Ну вот Когда мы говорили Про раствор Солодовнику И понятно Все там Ингредиенты Были ясны И ты попробовал Я попробовал На себе Эффект Знаем И что происходит Когда полынь Ты раствор Полыни Ввел Какие ощущения Были Если сравнить С водовником Ты знаешь То что я сделал Это самый Начальный этап Я до этого Просто сомневался В том что Его можно Инфузионно Вводить Что полынь Можно инфузионно Вводить Я сомневался В этом Я искал информацию Может быть Она где-то есть Но я ее не нашел Как Какие-то препараты Инфузионные На основе полыни То есть Внутривенные Какие-то Может быть Опыт применения Чей-то Кто колол Полынь Внутривенные Я этого Ничего не нашел Поэтому решил Попробовать На себе У меня возникла Такая задумка Какой эффект Дело в том Что я пробовал На достаточно Малой концентрации И Как такового Эффекта Не ощутил Ну Может быть В силу того Что концентрация Была мала Может быть В силу того Что Организм Меня может быть Не насыщен Какими-то Грибами Вирусами Но Эффекта Я не почувствовал И на Протяжении Следующего Периода Я буду Увеличивать Концентрацию И если Будет интерес Я буду Сообщать О результатах Своих Исследований Скажем так Ну исследования Назвать Большой буквой Это конечно Слишком громко Но Так на моем Уровне Для меня Это исследование Я отчасти Чувствую себя Таким пионером Знаешь Внутривенной Фитотерапии Можно так сказать Понятно Ну главное Чтобы не было Отрицательного Эффекта А остальное Будет все хорошо Ну отрицательного Эффекта Я думаю Не будет Если правильно Рассчитать Дозу Количества Вещества Которого Вводить Потому что Полынь Само по себе Является Очень сильным Лекарственным Препаратом А внутривенное Ее введение Просто должно Подчеркнуть И усилить Ее сильные стороны Ну и соответственно Необходимо Подобрать Такую основу Которая сведет На нет Ее отрицательные стороны Ну в этом Заключается И задача Скорее всего Ну обычно Пробуют На каких-то Зверушках Животных А ты прям Сразу На себе На человеке Это как-то Смело Смело Тем более Как ты Рассчитываешь Концентрацию Исходя из чего Ведь Не было экспериментов Да и не нашел их Если бы Например Были эксперименты То было понятно Вот капелька Вот этого Капелька Вот этого И в течение 20 часов Капывать там По полмиллиграмма Смотри Ты же понимаешь Что здесь уже Свою роль играет Определенный опыт Который у меня накоплен Помимо полыни Существует еще Ряд токсичных веществ Которые мы Вводим себе В вену Ну мы Это я имею ввиду Специалисты Из моей области У нас есть препараты Которые Являются достаточно Токсичными Но при этом Эффективными И мы Вводим в вену Я взял Примерную Концентрацию Их За основу И уменьшил Значительно ее И теперь Буду немножко Ее приближать Вот к рабочей Концентрации Этих препаратов И тогда уже Можно будет судить Сравнивать их Примерно Одинаковая доза И Какая может быть Реакция Просто я думаю Что может быть Не стоит так сразу В кровь все это заливать А есть например Так называемое Ректальное Применение С увеличенной дозой И там можно Все ощутить А уже после этого Снизить дозу И туда пожалуйста Ты знаешь Я сначала Об этом задумался Но потом нашел На просторах интернета Парня Который уже это сделал Он Сделал ректально И Скажем так Чувствовал себя нормально И поэтому я подумал Ну если ректально уже сделали Чувствовали себя нормально Значит пора бы уже И вену начать Но не факт Не факт Ты же Надо знать Какие объемы То есть И так далее Ну ладно В общем Экспериментаторство Это у тебя Я так понял В крови И поэтому Ты в эту кровь Эксперименты Да Ты заливаешь Экспериментально Туда Что только Не попадя Нет Ну не то что Что не попадя А все Что только Может быть полезным Скажем так Ну а как двигать Еще нашу Народную медицину Скажем так Вперед Не ждать же Милости От Минздрава Когда он придумает Какое-то Я вот сейчас Никоим образом Не прогандирую Чтобы сейчас А то все Сейчас пойдут Варить полынь Вливать себе Вену Ни в коем случае Просто я говорю О том Что вот Был такой прецедент И в моем случае Он завершился успешно И если у кого-то Есть желание Повторить Попробовать Лучше свяжитесь со мной Можно это обсудить Вместе посидим И попробуем Понятно В общем Главное Чтобы вот Как ты говоришь Двигать вперед Главное Чтобы ноги вперед Не двинуть В общем вот это очень важно Ладно Ладно Давай завяжемся Тем делом А то сейчас Все за шприцами Побегут в аптеке Там Скупятся С капельницы Что там в чате Пишут по поводу Засовывания полыни В вену Да тут Про петрушку Уже начали говорить Внутривенно В общем Здесь много чего Так что Лучше тебе этого не знать А то начнешь Экспериментировать Еще потом Не дай бог Что случится Ты знаешь Петрушка Внутривенно Будет очень слабо А петрушка Не обладает Определенной долей Сельдерея Кинзы переходите Я уже тебя понял Все Давай завязывай С этим делом Ариан Завязывай А то сейчас Я говорю Скоро буду пироги Как говорится По вене пускать Ну да Понятно Суп пюре По вене Ладно Ладно Давай дальше Вот прошли Хорошо Прошли Что ты еще делал Что ты еще можешь сказать Кроме внутривенного Пока А кроме внутривенного Да Собственно говоря Про травы Можно говорить Очень много Очень долго Ну Наверное Если есть вопросы Давай ответим на вопросы И пойдем к пчелам Хотя Хотя Ну ладно В принципе Можно вот как бы Ответить на вопросы И пойти к пчелам Если Вопросы Которые я вижу Это исчерпывающие Тут Геннадий Ствери Задал вопрос Какие корни растений Можно собирать И кору деревьев Ну В принципе Уже ответили Собирай любые Которые Правильно собирай Ну да Естествоиспытатели В 18-19 веках Наверняка Еще и ранее Обратили внимание Что Кора Некоторых деревьев Вернее На некоторых деревьях Значительно меньше Лишайников Мхов Значительно меньше Они подвержены Влиянию Грызунов Там Паразитов И так далее То есть Деревья Дольше живут Чем остальные Они обратили внимание На эти деревья И Стали вникать В суть Почему И вот Начали использовать Кору Этих деревьев И получили хорошие результаты Собственно говоря Тут вопрос Какие корни растений И кору Каких деревьев Здесь можно Обобщенно сказать То есть Кору тех деревьев Которые являются Долгожителями Это дуб Это береза Ну и Еще ряд других деревьев То есть Кору этих Растений А Корни Каких растений Можно собирать Что касается Корней То Здесь очень многое Зависит От того типа почвы На котором Произрастает В том числе Потому что Корни берут Из Окружающей среды То что До чего Могут дотянуться Образно говоря А В почве Это минералы Это какие-то Полезные соли Это Какие-то Микроэлементы Растворенные Это Ну и Прочее Прочее То есть Чем Более богатая почва Тем В принципе Более эффективные Более полезные Корешки На ней будут Произрастать Вот Какие корни Растений Но мы говорили Что есть корень Есть корневище Собственно говоря И иногда полезно Корневище Иногда полезна Вся корневая система В целиком Поэтому здесь Нужно уже Смотреть Непосредственно По самому растению Ознакомиться С его характеристиками С его внешним видом Кстати Что касается Внешнего вида Растения То В животных Вернее В растительном мире Очень много Похожих Друг на друга Растений И часто Те кто Собирают растения Путают их И зачастую Есть растения Которые очень Похожи На Оригинал Скажем так Но не обладает Лечебным эффектом И Иногда даже бывает Обладает Чрезмерной Токсичностью Что приводит К отравлениям Поэтому Если вы хотите Собрать Именно те растения Которые надеетесь То Либо И при этом Являетесь Новичком То есть Делайте это Либо под руководством Знающего человека Либо В каких-то Специальных Местах То есть Есть сейчас Питомники Вот таких вот Растений Куда можно Прийти Насобирать Либо Если вы Точно Уверены Что это оно Оно Совпадает И по Виду И по Запаху И по Вкусу Своему То есть Тогда да Тогда это оно Давай я сейчас Маленькую Внесу Такую Интересную Ноточку Мы говорили О дикоросах Но ведь Есть такие Дикоросы Которые можно Выращивать у себя На участке И вот если у вас Есть земля Есть Возможность Создать небольшую Грядочку То попробуйте Для примера Самого простого Варианта Посадить туда Репейник Ну то что Лопух называется В грядочку Прям скопайте Землю Корень у репейника Очень большой Лопуха Скопайте И посадите Возьмите Какой-нибудь уже Репейник Который постоял Колючки Вот эти Вот так Размельчите По этой грядочке И посадите Они прорастают Достаточно хорошо Быстро И сажайте Прямо сейчас Когда еще Снег только-только Сходит Потому что Чем больше влаги Тем лучше он прорастает И особо не заботитесь Главное Чтобы земля была Рыхлая И вот посмотрите Что будет происходить Он очень активно Зайдет Прорастет И к осени Вы можете Из этой грядки Получать Очень хорошие Корневища Почему я это рекомендую Во-первых Репейник Корень лопуха Очень полезен Для кишечника Очень полезен Об этом Рерат сказал Во-вторых Из грядки Его гораздо проще Доставать Нежели чем Из земли Которые Вот дикоросы Когда сами растут Потому что Все-таки земля Она довольно жесткая А здесь у вас будет Желательно Высокую грядку Сразу уговорюсь Не просто Высокую грядку Сделать И тогда Корешок Можно будет Доставать Целости сохранности И еще Вы будете удивлены Но в Китае В Японии И в некоторых других странах На сегодняшний момент Лопух выращивают Как домашнее растение Именно на грядках Потому что Люди это все Просекли Они очень умные И хитрые И выращивают его И пользуются Наслаждаются Тем Что от него Получают Так что Вот некоторые Так называемые Дикоросы Можно вполне Выращивать В домашних условиях И получать Вполне Хороший Приличный вырожай И при этом Не надо бегать С лопатой Где-нибудь там По лесу Или по лугам У вас это все есть А если Например у вас Есть желание Выращивать Звероболь Другие растения Другие растения То это тоже Просто делается Вы когда Идете Где-нибудь Гуляете И видите Уже созревшие Семена То так же Просто возьмите С собой Домой Принесите Он досохнет До конца И потом Посейте в тех местах Где хотите Чтобы у вас Это все росло Так что Достаточно все просто И можно делать Такие Клумбы В грядке Где будут вырастать На первый взгляд Дикие растения Но с другой стороны Очень полезные И Их достаточно просто Будет выращивать Можешь продолжать Это я так Пролепень Чуть-чуть Отклоняюсь Ну Собственно говоря Наверное Я в общем Смысле Сказал уже все Что планировал Поэтому Либо задавай вопросы Либо пошли к черту Либо пошли к черту Понятно Чего Я понял Ну ладно Хорошо Я там хитрость сделал Я то что Один вопрос сбросил Это было только для затравочки А тут-то куча других вопросов Вопрос в эфир От Олега из Иркутска Здравия Рират Почему По твоему мнению Когда ешь сильно соленое Вот дальше интересное Острое Сладкое Жирное Появляется Испарина на лбу То есть В верхней части головы Благодарю Ну Вот Когда ешь Острое Горькое Появление испарина Мне знакомо Когда ешь Много соленого И появление испарина Ну Честно говоря Я никогда с этим не сталкивался При Употреблении Большого количества Чего-то острого Такого Острой горькой пищи Я объяснить могу На уровне своего понимания Процесса Насколько я Понимаю То происходит Определенного рода Стимулятором Вернее Нет Начну с обратного То есть Пот Который выступает на лбу Является Определенным стимулятором Сигнализатором того Что центральная нервная система Подверглись Определенного рода Воздействию Если говорить о том Что лоб вспотел Можно предположить Что травоснабжение Между полушариями головного мозга А также Заряды потенциала В полушарии головного мозга Они выровнялись Поэтому у нас происходит Отчасти такая реакция Испарина С другой стороны Можно предположить Что Поскольку Лоб Это проекционная зона Тонкого и толстого кишечника При употреблении Всего Ниже перечисленного Это все попадает Соответственно В кишечник То Запускаются Механизмы Выделительной системы Которые Вот таким образом Проявляют себя Испаренной на лбу Что касается Соленого То Здесь На самом деле Достаточно Удивительный Такой факт Потому что Когда мы употребляем Соленое Мы Наоборот Абсорбируем Жидкость То есть Задерживаем ее И 1 грамм соли Задерживает порядка 100 миллилитров Жидкости И Появление Испаренной на лбу При употреблении Большого количества Соленой пищи Для меня На данный момент Является Достаточно Такой Интересной Загадкой То есть Я буду размышлять Над этим И возможно Через какое-то время Найду ответ Если Такой эффект Существует Я так подумал Ты будешь Мышлять об этом И у тебя тоже Испарина появится Я хочу уточнить Отчет лопуха Еще есть один момент Желательно Употреблять лопух Который Первый год Выращивается Потому что Лопух Это двулетнее растение В первый год Корешок Накапливает силы А второй Он эти силы Тратит на Получение семян То есть Выброс стрелки На котором Семена образуются Если вам нужно Семенное масло То тогда Собирайте уже Там где Эти колючки Образуется Это второгодний Уже лопух А если вам Нужен именно Корешок Вкусный И сладенький И хрустящий И полезный Как в салате Так и в сыром виде Или там В отваренном виде Там много вариантов Приготовления Корня лопуха То в этом случае Вот как я сказал Первого годочку В конце Точно так же Как морковку Выращиваете Вот Примерно то же самое И никто вас не убьет за это После того Как вы попробуете Свой домашний лопух Где-нибудь в салате Вы поймете Что это такое Так Дальше Я хотел Сделать дополнение По поводу лопуха Сок лопуха Прекрасно Выводит кисты Убирает кисты Из почек Вот Это чудесное Средство такое Но вообще Он хорошо воздействует На мочеполовую систему И в том числе Если кисты в почках То Желательно употреблять Сок лопуха То есть Отжимаем Сок корня лопуха Даже если быть более точным Ну вообще Это очень полезно Вот первое Что бросается Когда у вас что-то Не из желудка В первое Вот это В первую очередь Мне кажется Лопух очень будет полезен Естественно Там дальше Если желудок Какие-то имят проблемы То и дальше У вас какие-то проблемы Тоже есть Вот лопушок Здесь очень хорош Именно корешок Дальше Ну только опять же Первогодок Кстати Алексей Вот ты Так достаточно хитро Сделал Я уже даже Начал было Расстраиваться Что-то всего один вопрос Что никто вопросов не задает Вот Люди не пришли на эфир А так оказывается Там есть еще Да вопрос Да тут вообще Жизнь бурлит Ты что Если бы ты сейчас Зашел Давай дальше Вопрос в эфир От Олега из Иркутска Ну надо же Тебя было чем-то Немножко расстроить Чтобы потом взбодрить Иначе Чем тебя взбодрить Если ты и так веселый По жизни А так расстроился Тебе немножечко радости И ты счастливый На всю жизнь И все эфир удался Это же моя хитрость Итак От Олега из Иркутска При резком запахе Одеколоны Бытовой химии Резкая боль В области легких Особенно Левого Потом постепенно Проходит Поясни причину Рират Благодарю Вопрос понятен? Да Вопрос понятен Но Я Собственно говоря Не вижу Какого-то затруднения Здесь При ощущении Резкого запаха Ощущаем боль Но Боль В нашем организме Это всегда напряжение Если мы где-то Чувствуем боль Здесь соответственно Возникает спазм При вдыхании При попадании В дыхательные пути Частиц Обладающие Вот такой вот Резкой активностью Происходит спазм В определенной области Да Там В районе Левого легкого Ну Собственно говоря Здесь Ничего такого Даже объяснять Не нужно То есть Если касается Почему это происходит То Я могу сказать Опять же Вынести свое предположение Потому что Если речь идет О левом легком То здесь Нужно обратить внимание Во-первых На левую почку В каком она состоянии Находится И на Тонкий кишечник В целом Дело в том Что легкое Посредством Определенных каналов Связано И с кишечником И с кишечником Связано Посредством Слизи То есть Легкая Легкая оболочена Слизью И тонкий кишечник Оболочен Слизью И посредством Такой вот Родственной Через слизь Они связаны И поэтому И поэтому Если возникают Какие-то проблемы В тонком кишечнике Очень часто Возникают Проблемы И в легком А Значит Левая почка Она Ну Можно тут даже Сказать Не левая почка А больше Почки Обе Ну и Не левая Я оговорился Правая почка Правая почка Связана с Легкими В целом Поскольку Правая почка Отвечает за Газовый обмен В нашем организме И вот Обратите внимание На тонкий кишечник И на правую почку То есть Возможно Есть Отягощение кишечника Возможно Есть Паразитоз Ну можно То есть Предположить Факторы Которые могут Отрицательно Влиять на состояние Кишечника То есть Возможно Неправильное питание Неправильная пища Возможно Наличие токсинов В организме Которые влияют На выделительную систему Ну то есть Наличие Каких-то факторов Которые говорят О готовности Легкого Спазмироваться При попадании Каких-то Разражающих Веществ На него Вот Ну вот Возможно Так Отлично Отлично Кстати Вот здесь Продолжается Про лопух Не успокаиваются А Ведь Лопух Помимо того Что его в сыром виде Применяют И как лекарство Еще из него Некоторые умельцы Начинают готовить Аналог кофе Это вообще здорово Получается Все подсушивают Поджаривают Мелко дробят В кофемолке Еще раз там Обжаривают В общем там Хитро все получается И приготавливают Изумительный кофе Который По вкусу Ну Как говорят Если привык Если привык Сам то понял Что это называется То в общем Очень здорово И полезно И вкусно И отводят От этого Идиотского Иностранного Так называемого Продукта Наркотика Алексей Если вернуться Еще к предыдущему Вопросу С твоего позволения То Здесь можно Предположить Что Некая часть Левого легкого Травмирована То есть Что значит Травмирована Там возможно Есть Повреждения Ткани В таком виде Может быть там Грибы поселились И вот Вследствие своей Жизнедеятельности Немножко его повредили И ткань стала Более чувствительной К подобным Активным веществам Вот в виде Таких вот Сильнодействующих Летучих компонентов И когда такие Летучие компоненты Попадают В те части Легкого Где есть Травмированная ткань Какая-то может быть Терозивная Там что-то То Происходит Вот такой вот Спазм Но В любом случае Нужно обратить внимание И в том числе На кровоснабжение Легких И на Лимфоток В области легких То есть Что это значит Со стороны спины Можно в том месте Где возникает спазм Там левым легком Попробовать Чтобы кто-то Саму Вряд ли получится Прокатал складочку По коже Вот Если в месте Болезненности Складочка Туго катится Значит В этом месте Затруднен лимфоток Также можно Либо высушать Либо баночек Понаставить На эту область И посмотреть Насколько там присутствует Застой капиллярного Кровоснабжения И постараться Все это устранить Сделать так Чтобы Капиллярное Кровоснабжение Там было Нормальное Чтобы лимфа Там была жидкая В этом месте Чтобы ток Был не затруднен Не только В этом месте А вообще И на спине В целом И тогда Возможно Состояние Пойдет на лад Скажем так Вообще Баночки Это удивительная вещь Которая позволяет Решить очень много проблем Потому что Банки можно Ставить по привычке Просто поставил И забыл Через 20 минут Подошел Снял Они покажут Многие проблемы По тому Есть там пузыри Нет там пузырей Есть там покраснение Или нет там покраснение Какой там бордовый Фиолетовый Красный Или просто Какой-то такой розоватый Это все показатели Тех проблемных мест Которые у вас На спине отражены Плюс ко всему Ведь банками Можно делать массаж Об этом тоже мало кто знает Ну вот мы уже несколько раз В передачах говорили На эту тему Но это удивительные вещи Которые часто Руками не разомнешь А вот баночки так поставил Вводишь И в общем-то Все хорошо И пациент привыкает Достаточно быстро И спинка у него Начинает отвечать И мышцы Так Упругость свою Начинает терять И как-то так Поддаются Потом массажу И вот как раз Лимфатические застои Тут тоже расходятся Так что со всех сторон Банки хороши Это факт И подтверждаю Своей стороны Полностью Так Ну что Посмотрим дальше Какие еще вопросы у нас есть Да Конечно Давай Так Евгений Когда ты Захар Разрешение Спрашиваешь У растений Как узнать Против оно Или нет А благодарить Тогда Согласен Ну Здесь Ничего сложного Нет Все просто Главное Иметь Скажем так Ну Определенный Внутренний Настрой Каждый из нас Может чувствовать Окружающую Живую природу Деревья Растения Вот вы Когда к дереву Подходите Чувствуете что-нибудь Какие-то изменения В себе Какие-то изменения Может быть даже на физическом плане Я когда подхожу К дереву Я ощущаю нечто Ну что может Что можно назвать Энергетикой дерева Точно так же Я когда подхожу К растению И нахожусь Рядом с ним Какое-то время Я ощущаю нечто Что можно назвать Вот Энергетикой Этого Растения И здесь В большей степени То что я сказал Что я спрашиваю У него разрешение Там и так далее Это Для вашего понимания На самом деле Процесс Сам процесс Де-факто Здесь несколько иной Я не хочу Мистифицировать Фитотерапию Ни в коем случае То что я сейчас рассказываю Это является Личной практикой Причем она не является Никакой там Шаманской Там еще какой-то Она лишена Какой-то Скажем вот Слово религия Нехорошая Но я употреблю Какой-то религиозной окраски Это просто Мои какие-то там Практики Которые Мне нравятся Которые я использую В общем когда я подхожу К растению Я его Образно говоря Ощущаю Я ощущаю что-то Что от этого растения Исходит И далее Я использую Вот я это растение Как-то ощущаю И примерно На том уровне Как я его ощущаю Такой же импульс Я отправляю растению С намерением Сообщить ему Что я хочу его взять Для того Чтобы использовать Для лечения То есть И Поблагодарить его Вот Вот Как-то так То есть Я не произношу Каких-то специальных Зараз над этим кустиком Я Ничего этому кустику Не нашептываю Я не веду с ним диалог А я На уровне чувств Стараюсь с ним общаться Давно уже Говорится о том Что можно Подпитываться энергией Можно брать Хорошую энергию Деревом Можно Отдавать Плохую энергию Дереву И разные деревья Ну по крайней мере Есть такая область знаний Которая об этом говорит Что к примеру От дуба Можно взять Хорошую энергию А синий Можно плохую энергию Отдать И мы когда К этому дереву подходим Мы производим Все равно энергообмен И ученые Давно уже доказали И при помощи Аппарата Кириллиана Сняли Что растение Обладает энергетическим полем Человек обладает Энергетическим полем Соответственно При взаимодействии Двух энергетических Субъектов Происходит Какое-то Энергетическое Взаимодействие И если человек Способен Улавливать Вот такие вот Тонкие моменты А это кому-то По роду дано Кто-то Смог это у себя Развить И вот Таким образом Уловив Скажем так Энергетику Этого растения На его же языке На языке же Этого растения На уровне энергетики Такой же Ты посылаешь Свою С намерением Сообщить Что-то Этому растению Вот собственно говоря Я поступаю Таким образом Хорошо Единственное Что еще хотел добавить Вот мы когда говорили Про легкие Там надо учитывать Что поражение Может быть разное Это может быть травма Это может быть Какой-то удар Это внутренний разрыв Но это еще могут быть паразиты Кстати Вот об этом Тоже надо будет Как-то поговорить И мы уже В одной из передач Касались о том Что из легких Можно паразиты выводить Но не будем сейчас повторяться Послушайте предыдущие передачи Там об этом Очень хорошо сказано По поводу Здесь еще идут Уже в мою сторону Вопросы Что хорошо бы Собрать какую-то сеть Где можно было бы Обмениваться чем-то И давайте Алексей это обмозгует Тут да нет Другой пишет Алексей Тут бы еще с радио Разобраться Уже неоднократно призывал Чтобы заняться Все вместе Друзья мои Ну во-первых да С радио Здесь все понятно Радио оно уже Более-менее на ноги становится Уже И понятен репертуар И понятно Как что проводить И вот благодаря Нашим соратникам Сейчас прикупаем оборудование Чтобы сделать уже В кул-центре Так называемом Поставить уже вещатель нормальный Чтобы не было прерываний Чтобы он работал Где кондиционеры Где Электричество стандартное Подходящее И интернет скоростной Сейчас Вот покупается оборудование Если хотите Можете поддержать Там по чуть-чуть сброситься И сервер Мы туда поставим Наконец-то Будет уже не просто Домашние компьютеры А будет уже Полноценный сервер Вещание И плюс ко всему Еще одна Хотите Как воспринимаете Радостная Нерадостная Но тот Объем Тарифный план Который мы покупали На уже Раздачу Вещателя Мы его в прошлом Месяце Почти превысили Это говорит о том Что количество слушателей Резко увеличилось За прошлый месяц И с этого месяца Нам скорее всего Где-то в середине месяца Придется переходить На новый Более дорогой тариф Так что Вот это имейте в виду Вот такая новость Дальше По поводу обмена Также хочу сказать Что неоднократно Я говорил о том Что планируется Сделать Настоящую Сеть Где можно будет Заниматься Вот этим обменом Но опять же Сам я один И Василий Васильевич Например Кто-то из наших соратников Нашей команды Это все не сделаем Здесь нужно Достаточно большое количество людей Которые могли бы В этом участвовать К сожалению Очень многие Не могут участвовать Но к счастью Очень многие хотят Вот если Срастется Желание Хотят И возможности Участвовать Хоть по чуть-чуть То тогда Все станет На свои места И появится Такая сеть И будет Все замечательно И хорошо А по поводу поддержки Здесь Вот пишут Что Ну есть же там Страничка поддержки Где вы можете Деньги переводить Да Деньги нужны Потому что И жить на что-то надо И когда-то Что-то покупать надо И не только Для шкурных Своих вопросов Но и касаемо Самого радио Как говорят То сервер То оплатить что-то То еще что-то Надо делать Это само собой Но еще мне интересно Чтобы люди Участвовали В создании радио Тем чтобы Интересовались Что можно сделать Своими руками Озвучить Написать статью Свести Там Нарезать Да Столько возможностей Саморазвития На радио Вы себе даже Представить не можете Вот Так что Просто включайтесь Включайтесь Не просто генерируйте идеи А еще и участвуйте Вот Вот такая просьба Ко всем И призыв Призыв Очередной раз Участвуйте Становитесь Творцами Так Ну вот пожалуй Я ответил на все вопросы Которые меня сейчас касались Если будут еще Я буду отвечать Но давай дальше Посмотрим Корень Вопрос от Евгения Корень Папоротника Мужского По силе Такой же Как карасины Или сильнее Ну Карасины Корень Папоротника Это Несколько Два Разных растений В смысле По Области Применения Силы Не путаем Пресное И постное Да Не путаем Пресное И постное Карасины Это Травка Ну скажем так Фитопрепарат Который Помогает нам Избавиться От печеночных Сосальщиков Прежде всего Вот А Корень Папоротника Мужского Он помогает Нам избавиться От Кишечных Паразитов И В том числе От Цепни Дело в том Что вывести Цепня Очень Очень Сложно И Зачастую Люди Погибают От того Что Не могут Вывести Цепня Или он Погибает У них Внутри И Разлагаясь Отравляет Организм Так вот Корень Папоротника Способствует Выведению Всех Видов Круглых Червей Которые Только могут Быть В кишечнике И в том числе И Кольчатых Червей Цепней Ленточных Ленточных Перепутал Не Кольчатых Ленточных Ленточных Кольчатых В земле Ползают Собственно Говоря В этом Разница Что Кора Осины Она Способствует Выведению Паразитов Из Желочных Протоков А Корень Папоротника Способствует Выведению Круглых Червей Из Кишечника Круглых И Ленточных Хорошо Думаю Ответ Получен Идем Дальше Мне пишут Кто-то Сегодня Кто-то Сегодня В 15.55 Пел По радио Перефразируя Высоцкой Из наших Из узбеков Из славян Владимир Дело в том Что если тебе Что-то не нравится Как что-то Прозвучало Ты сразу Не откладывай Пиши Через форму Обратной связи Что вот Вот эта вот Песня Обратительное Внимание Там Или слова Или мелодия Не та Или аранжировка Не та Или качество Плохое Мы тогда сможем Реагировать Когда же сейчас Уже По прошествии Какого-то Достаточно Большого Времени Ты об этом Пишешь Ну Я уже Не смогу Отреагировать Потому что Во-первых Эфир у нас Идет А во-вторых Там После этого Буду эфир Обрабатывать И займусь Этим Уже Намного Позже Поэтому Если бы ты Написал Это днем То я тогда Успел Среагировать Не ленитесь Спешите Сразу Дальше Следующий Вопрос От Данила А нет Давай так Чуть назад Проскочил Вопрос В эфир От Владимира Измытищ Арират Есть ли смысл Покупать Пергу Насколько Полезен Этот продукт Да Пергу Есть конечно Смысл Покупать Есть смысл И употреблять Перга Это Прекрасное Средство Оно Содержит в себе Массово Аминокислоты Витаминов И очень много Чего полезного При помощи Пирги Пчелы Питаются Выкармливают Своих Младенцев Куклок Поэтому Это Очень полезное Средство Я могу Даже Вам рекомендовать Употреблять Но единственное Опять же Нужно знать Меру Не перебарщивать Начинайте С небольших Дост То есть Может быть Где-то С одной пятой Чайной ложки И можно Доходить До целой Чайной ложки Но Это Уже Начинайте С малого Смотрите Чтобы не было Передозировки Ясно А вот Чайной ложкой Ее как Просто В рот Засунул И наслаждайся Жизнью Или чем-то Надо ее запить В чем-то Разбавить Как лучше Пергу Правильно Применять Можно Медом Заесть Медом Можно Заесть Вообще Если мы Лечимся Какими-то Продуктами Пчеловодства Нам Необходимо В сутки Употреблять Порядка Пятидесяти Грамм Миллилитров Меда Мы употребляем Пергу Мы употребляем Маточное молочко Либо мы лечимся Пчелоужалением Либо там еще Что-то там Мы делаем Каждый день Ну скажем так От тридцати До пятидесяти Грамм Миллилитров Меда Нам нужно Употреблять Поэтому Пергу Можно ее Медом Как-то заесть Прожевать Можно ее Во рту Разжевать У нас во рту Происходит уже Процесс пищеварения Всасывания Усвоения Поэтому Можно ее Хорошенько Разжевать И рассосать Во рту Она сразу В принципе Усвоится Если У вас В желудке Допустим Большое количество Пищи То сверху Туда кидать Пергу Ну она может Среди этой пищи Затеряться И не очень хорошо Перевариться Если пища Не переварится До конца Вот И выйти вместе С какашками Образом говоря Поэтому Лучше ее Применять Как-то Опять же В отрыве от еды Можно ее Поместить в рот И запить Небольшим количеством Теплой воды Небольшим Вот Ну вот так Собственно говоря Хорошо Здесь Данил Сразу отреагировал Я вопрос В эфир не задавал Я не вопрос От тебя буду считать Я просто сказал Что это вопрос На самом деле Это Очень мне понравилось То что написал Это твое Повествование И так Данил Написал А я сейчас Вместо шампуня И мыла Использую Листки алоэ Две штуки длинных Перетираю Их в кашицу Блендером Заливаю И настаиваю Водой 40-65 градусов 5-10 минут И пользую По назначению Как жидкое мыло Только Разбавлять надо 0,5-1 литра воды Делая раствор Водный Вот почему Я прочитала Данила это Потому что Ну очень полезный Рецепт На мой взгляд Ну да Рецепт Супер Мне очень нравится Классно Рекомендую Я не знаю Вряд ли конечно У меня получится Попробовать Алоэ к сожалению Не растет Вот То есть Специально искать Возможно Не хватит времени Так друзья Скинулись Быстренько Росточками алоэ Ари раду Чтобы это Как-то Человек попробовал А то Экспериментирует Не пойми с чем А тут элементарного Оказывается У него алоэ Нет На подоконнике Ну-ка Быстренько помогли На самом деле Если кто поможет С кустом алоэ Буду признателен Вознаградить Скромного Нашего Труженика Доктора Каким-нибудь Таким небольшим Кустиком алоэ Метра по два Высотой Дальше Дмитрий С Донбасса Вопрос в эфир Хотелось услышать О корнях лопуха Пырея И одуванчика О возможности Или взаимодействия Или отдельно Их принятия Ну О корнях лопуха Ты уже подробно Рассказал Ой Я только начал Только начал Ну В основном Собственно говоря Что его Заготавливать Ну В этом месяце Еще рано Его заготавливать Но Желательно Конечно Ну я почему сказал В принципе рано Потому что Корни уже сейчас Можно заготавливать Пока еще Верхушки в рост Не пошли Но С корнем лопуха нет Лучше и все-таки Осенью После того Как уже Верхушки Завянут Тогда его достать Извлечь Вот Высушить Хорошенько Перемолоть Вот И в таком виде Уже его заваривать Там по столовой Ложке пить его В принципе Можно его конечно И пока он еще Без сушки Вот как я говорил Выжать с него корень Корень Выжать с него Сок Да Выжать из корня лопуха Сок И уже Употреблять его В зависимости от того Сколько у вас этих корней Очень хорошо Помогает для почек Убирает Кисты из почек А там Суть вопроса Алексей В чем была Ну Как употреблять Лопух Пырей Одуванчик И как они между собой Могут взаимодействовать Или лучше все-таки Отдельно их принять Их можно между собой Смешивать Можно смешивать Потому что Ни лопух Ни одуванчик Ни пырей Они не являются Такими очень Токсичными травами Вот Мы не смешиваем Только Скажем так Очень токсичные травы А все те Травы Которые не являются Токсичными То есть обладает Ну Не то что не являются Токсичными В принципе все травки Являются токсичными В той или иной степени Но Количество токсина В этих травах Скажем так Умеренное Их можно между собой Смешивать В сборах Причем Можно составлять Различные пропорции В зависимости от того На что вы хотите Сделать упор Вот Если допустим Лопух Имеет большую направленность На Почки То Одуванчик Больше Рассчитан на Печень и ЖКТ Желудочно-кишечный тракт Поэтому В принципе Для комплексного воздействия Можно использовать Вместе Лопух С одуванчиком При этом Нужно помнить О том что Сам по себе Одуванчик Он так же Воздействует на почки И Здесь Возможно Вам хватит Если у вас К примеру Каких-то кист Нет на почках Возможно Вам хватит Одного одуванчика Потому что В фитотерапии На самом деле Все те травы Которые воздействуют На печень Они же все Воздействуют Определённым образом И на почки Целительные Целебные действия Поэтому можно Конечно В принципе И ограничиться Одуванчиком Если это Профилактическая Мера Но Если вы уже Терапевтически Что-то используете Лечитесь То Можно добавить Лопух Там ещё По поводу Порея Было сказано Пырей Можно сюда И пырей Добавить К сожалению По поводу Порея Я Так Прям Много Описать Не могу Я его Не часто Использую Но если Вам он Помогает Насколько я знаю Его нет В списке Токсичных Трав Поэтому В принципе Можете его Добавлять Но Опять же Я говорю Можете добавлять Здесь Всё зависит От состояния Почек Печени То есть Как В каком виде Они у вас Как работает Ваша Выдивительная Система Есть ли Какие-то Боли Спазмы Ну и так Далее Есть ли Лезут ли У вас Волосы Есть ли Какие-то Может быть Синие Круги Под глазами Есть ли У вас Какие-то Проблемы С ушами Может быть Болезни Акиты Воспаление Там Ещё Что-то Вот Это всё Является Косвенными Признаками Если так Есть То Начните Принимать Эти травы Либо По раздельности Либо В сборе Но Уменьшив Их концентрацию То есть Отвар Разбавляя Водой И так Далее Потому что Перестимуляция Она Ничем Не хуже Вернее Ничем Не лучше Патологии Поэтому Имейте Это ввиду Хорошо Я хочу Всех Предупредить Что Если вы Хотите Чтобы у нас Были Выходы Арирада Со своими Фирменными Программами В эфир То необходимо Его поддерживать Вопросами Вот через Форум Обратной Связи На нашем Сайте Вы можете Арираду Задавать Вопросы И он Тогда будет Записывать Свои Программы Которые Мы будем Ставить Как я Говорил Или раз В неделю Или как-то Может быть Раз в две Недели Ну Придумаем Куда их Ставить Просто Наберем Количество Программ И 30-часовые Программы Будут выходить В указанное Время Так что Вот это Имейте ввиду Поддерживайте Вопросами И по вашим Вопросам Будут делаться Программы Ну а Когда будет Приходить Время Живых Эфир Будем делать Живые Эфир Дальше В эфир В инструкциях Травам Сбором Все время Пишут Ограниченное Время Употребления Например Пить Месяц Три раза В день Можно ли Какие-то Травы Пить Спокойно Не раз Не день Проглый год То Чаевничать Люблю Но Перебарщивать Не хочется Вот если Любишь Чаевничать То в этом Случае Смело Можешь Пить Сколько Хочешь Это Иван Чай Кипрей Это Можешь Цикорий Но не так Часто Поменьше Конечно Пить И вот То что Говорили Лопух И другие Какие-то Корневища Иногда Можно их Употреблять Практически Каждый День Что-то Может Релят Сейчас еще Добавят Я Могу Употреблять Ортосифон Это Так Называемый Почный Чай Вот Такая Травка Есть Вот Это Можно Делать Можно Делать В принципе Добавлять Немножечко Мяты Мелисы Там Ежедневно Чай Подкладывать А вот Что касается Иван Чая То Возможно У меня Есть Такое Субъективное Своё Личное Мнение О том Что Ежедневно Иван Чай Употреблять Может Быть Не стоит Почему Потому что Он богат Женскими Гормонами Фитоэстрогенами И Если Мужчины Женщинам Да А если Мужчины Будут Много Употреблять Фитоэстрогенов То В какой-то Период Это может Стать Неполезным Конечно В качестве Улучшения Иммунитета В качестве Повышения Выживаемости Организма Это здорово Но В определенный Момент Может Произойти Перенасыщение Поэтому Все-таки Когда комбинируете Иван Чай С чем-либо Это мое Субъективное мнение Оно может Отличаться Но Тем не менее Петрушку Я бы рекомендовал Для ежедневного Заваривания В принципе Очень полезно Вот тут был вопрос В чате Говорили По поводу Петрушки Так вот Петрушку Очень полезно Заваривать Ну Где-то Может быть Пол пучка Петрушки На стакан Кипятка Получается Такой Зеленоватая Такая Водичка И Можно Ее пить Ежедневно Будет Очень полезно Для почек Что У нас Ежедневно Еще можно Пить В принципе Все те Травки Которые Обладают Минимальной Токсичностью Вы их можете Пить В принципе Каждый день Вот Собственно Говоря Понятно Хотя Вот Может быть И китайцев Конечно Не будем Рекламировать Но тем не менее Зеленый чай Вот именно Зеленый чай Его можно Пить Ну не то Что каждый день Но тоже Достаточно Чай Часто А вообще Что касается Ежедневного Употребления Одних и тех же Веществ То я бы Вам не рекомендовал Еще с той точки Зрения Что Организму Нашему Нужно Сбалансированный И многообразное Питание А Любое Употребление Воды Насыщенной Чем-то Это тоже Питание Это Прием Пищи Есть Вот Если вы пьете Воду Это не питание Это как бы Питье А если в воде Что-то присутствует Это питание Поэтому Вот Таким вот Образом Тут знаешь Какой посыл От Михаила 30 часов Эфира С арирадом Даешь Так Да По поводу Иван-чая Здесь вот на себе Если мы боимся Что что-то Вырастет сверху У мужчины Что-то Сохнет снизу У мужчин При большом Потреблении Иван-чая То на себе Проявлял Не отсыхает Супруга довольна Вот Так что Может быть Здесь зависит В каком виде Применять Может быть Кто-то Любит Просто листики Рвать и заваривать Кто-то Любит Их размять Чтобы Ферментация Прошла Кто-то Любит После ферментации Хорошенько Их поджарить Или просто Подсушить То есть Превратить Такой в черный Здесь вот Может быть Какие-то Вот есть тонкости Надо будет Здесь с этим Разобраться Но вот Поскольку Мы сами Выращиваем Иван-чай И сами Его делаем Ну как-то Вот По себе Не замечал Что я Превращаюсь В женщину Вроде так Нормально Все Зеркало Мужчина Вроде И этой Зеркальной болезнью Не страдаю Ничего не мешает Разглядывать Нижние конечности Так Ну ладно Хорошо Давай дальше По сравнению С тобой Это я же Наликий Ну поскольку У тебя-то есть Борода Да А у меня Бороды Нет Ну да Только не будем Это мериться Бородами Ладно Хорошо Вопрос Такой Что можете Посоветовать От гайморита Ну От гайморита На вскидку Если Говорить Об эффективности Я бы Посоветовал Перекись Водорода В концентрации Где-то Одна чайная Ложка На стакан Воды И при помощи Либо Маленькой спринцовки Либо Такой Специальной Кружечки Заливать В нос Вот И таким образом Вот эта штука Будет попадать В носовые пазухи И Слизь Сопли Будут из вас Выходить Вот таким образом Прочищать Промывать Гайморовые пазухи Вот Я Как это Установил Собственно говоря На практике Иногда Так случается Когда Пациенту Прокапать Перекись Раствор перекиси Водорода Вену Не представляется Возможным В силу Различных причин Обычно Вен нет Ну и что Лечить нужно И поэтому Ректально Не всегда удобно Не всегда люди готовы А что остается В нос И убираешь иглу Вставляешь капельницу В нос Тоже Выставляешь Там Скорость капания Капля в секунду И идет Капание И вот так вот Капает Капает И постепенно Заполняет собой Все пазухи Все вот эти вот Пространства И потом Пациенты отмечают Что Даже там У кого был гайморит У кого эти пазухи Были забиты Все вылетает Там в течение Последующих суток Вот Слизь выходит Носом Просто В безумных Количествах Вот Могу вам Порекомендовать Такой метод Я вот еще То что проверял Первое Помимо То что сказал Я промывал Людям Которые Страдают Гайморитом Это Соль С содой И горячая вода Ну такая горячая Чтобы слизистую Не обжечь носа Точно так же Промывается И потом На ночь Еще берете Грелку Две грелки Обычные грелки Набираете туда Горячей Горячей воды Кладете Одну Под шею Вторую Кладете Сверху На переносицу Но единственное Чтобы не обжигало Через тряпочку Под шею То есть тряпочку Тряпочку стелите На грелку И ложитесь Шеей А сверху Кладете Тоже тряпочку Промывки Промывки Прогревы И шеи И переносицы Так Дальше Вопрос От Светланы Из Киева Здравствуйте Вы на предыдущем эфире Сказали Если есть камни В почках То нужно пить Корень шиповника Я пила По 0,5 Литра На протяжении Дня И почему Вы не предупреждаете О побочных эффектах Таких как Запор Уменьшение Выделение желчи И что надо пить Мочегонные чаи Спасибо за ответ Ну Здесь Ситуация Субъективная И Чем вызваны Запоры И так далее Здесь сложно Сказать Потому что Запоры Вызываются Обычно Нарушением Оттока желчи Вот И Чем было вызвано Нарушение Оттока желчи Опять же Мы в принципе На каждом эфире Говорим о том Что те Рецепты Которые Озвучиваются Они Не являются Прям вот Как бы Руководством К применению Они являются Справочной информацией Которую Вы можете Осмыслить И Всегда Мы говорим О том Что Необходимо получать Если вы не обладаете Собственными навыками Собственными знаниями Необходимо с кем-то Консультироваться Вот А не слепо Применять То о чем Мы здесь говорим Потому что Организм Нет ни одного Одинакового Живота У массы пациентов Ничего подобного Не возникало Здесь еще следует Обратить внимание На то Как вы питались На то Были ли у вас Стрессы В течение этого Периода Потому что Возможно Так совпало Что прием Корня шиповника Совпал Со стрессами Желочный пузырь Спазмировался Нарушился Его отток Возможно Вы употребляли В этот период Помимо корня шиповника Мало жидкости Из-за этого Были запоры Потому что Экскременты Были достаточно Сухими То есть Когда мы мало Пьем воды У нас Образно говоря Какашки Такие Очень твердые То есть Там Факторов Которые могут Вызвать запор Очень много И Говорить о том Что именно Вот употребление Корня шиповника Вызвало Такой результат Ну На самом деле Я не вижу Причины следственной связи Между этим Если вы Ее видите То Можете мне подсказать В чем именно Она заключается Как Прием корня шиповника Отражается На Наступление Запора Пожалуйста Ты знаешь Что я предлагаю Я предлагаю Следующее Светлане Написать просто Через форум Обратной связи То Как проводилось Вот это лечение Какие были наблюдения И тогда Возможно Будет сделан Или какой-то вывод Или даны будут Какие-то рекомендации Как поступить В следующий раз Потому что Я тоже как-то пробовал И Ну Не чувствовал Ни запоров Ничего Важно Обратить внимание На Психоэмоциональный фон И на питание Человека Потому что Вот эти два фактора Являются обычной Причиной запора Ну Смотреть какое-то Слабительное Естественное Слабительное Или Там Двигаться Больше Ну Здесь вариантов Может быть Очень много Поэтому Надо Индивидуально Смотреть А не Бросаться Сламя голову Куда Потом Алексей Здесь можно Еще Сказать О том Что Процесс Камнеобразования Он идет По всему Организму То есть Нет такого Что Вот только В почках Камешки Образовались И все Обычно В этом случае Камешки Начинают Образовываться Везде Где только Могут И в желчном Пузыре И в поджелудочной Железе И так далее И есть Тут Можно Предположить Конечно Что Когда Светлана Начала Употреблять Корень Шиповника С целью Излечения Вот этих Конкрементов Из почек То Возможно В нее В желчном Пузыре Тоже Присутствуют Камешки И произошли Какие-то Подвижки Произошли Подвижки Этих Камешков И возможно Каким-то Образом Затруднили Отток Желчи Кстати Мы об этом Говорили И предупреждали И возможно Не в том Эфире Но вероятно Может быть Даже и в том И в предыдущих Эфирах Но я Насколько Помню Что я говорил О том Что процесс Камнеобразования Идет в организме В целом И Или один Или Ранее Мы на эфирах Часто говорили О том Что Прежде чем Воздействовать На Желочный Пузырь Нужно убедиться Нет ли там Камнеобразования И Когда Применяешь Какие-то средства Для Самолечения Нужно Постараться Обладать Как можно Больше информации По этому методу И Если уж Допустим Вы услышали Такой рецепт Но Не уверены Как правильно Вам его применять Напишите Действительно На форму Обратной связи Мы вам Ответим Как и что И тогда Уже У вас будет Возможность В любом случае Что вас будут вести Не просто так Вы будете Что-то слепо Делать А вам будут Подсказывать Помогать И Тогда уже Все Надеюсь Будет Проходить Спокойно И без эксцессов Да И не забываем Еще про Латку живота То есть Массаж живота Научитесь Сделать Самомассаж Это очень полезно И это Доступно всем И маленьким детям И совсем уже Людям Преклонного возраста Делается Очень хорошо Очень быстро Привыкание И Ложитесь спать Пощупали себя Потрогали Разогнали Все погладили Утром Просыпаетесь Еще разок Потрогали себя Где-то Может быть После ночи Что-то Опять же Взбодрились И все хорошо Замечательно Разогнали Кровушку Разогнали Лимфу Помогли Что-то Себе Хорошим Ручками Так что Это все Учитывать надо И Нельзя Просто Односторонне Подойти Сказать Вот это Я попробовал Не помогло И это Будет плохо Всем Или Вот это Я попробовал И наоборот Только это Меня спасло Потому что Мне например Врачи Давно обещали Вырезать Желчный пузырь До сих пор Хожу Желчный пузырь Камешки вышли Благодаря Советам Благодаря Пониманию Другому Три раза Из меня Все вышли Камушки Ну жив Здоров И не вредим Мальчик Вася Бородин Но при этом Врачи удивляются А куда камни-то делись Почему-то мне пришел Вырезать Говорю А почему я должен был Ну вы же сказали Должен прийти Ну сказали И сказали Радуйтесь Вам меньше работы Устроил Вот Так что Вот такая ситуация Благодаря Опять же Латке живота Благодаря Тем рецептам Которые узнавали Благодаря Правильному выводу Ну Всему вот этому Комплекс Надо подходить К себе Дальше Следующий вопрос Какие От Геннадия Из Твери Какие Травы Можно давать Детям Для профилактики Заболевания И в каких дозах И для профилактики Лечения Запущенного Хронического Бронхита Благодарю за вопрос Ну если у ребенка Запущенный Хронический Бронхит Здесь Обязательно Нужно Обратить внимание На кишечник На его На почке Но опять же Я повторяю То что Тематика уже Говорил Связана С дыхательной Системой И какие Травки Ну Вот Смотря Ну в принципе Вот мы говорили По поводу Отхаркивающих Средств Мачи-мачеха Это Подорожник В принципе Такие достаточно Токсичные Травы Можно их Давать Опять же Вы знаете По поводу Ребенка Это все Очень аккуратно Нужно делать В зависимости От его состояния От его Веса От состояния Там Выделительной Системы То есть Нужно обязательно Эти травки Как-то разводить Водой Давать его В определенных Дозах Под наблюдением Специалиста Это нужно делать Самостоятельно Конечно лучше Если не обладаете Определенными Знаниями Опытом Лучше За это не Приступать И потом Травы Здесь могут Не дать Того эффекта На который Вы надеетесь Почему Потому что Если состояние Запущенное То здесь Нужно восстанавливать Кровоток Здесь нужно Восстанавливать Лимфоток Здесь нужно Снимать напряжение Почему Потому что Даже если Вы выпьете Травы Они попадут К вам В желудок Они Каким-то Образом Попадут В кровь Начнут Циркулировать По организму Но если В больном Органе В пораженном Органе Кровоснабжение Нарушено То они С трудом Туда попадут И соответственно Терапевтического Эффекта Будет мало И прежде чем Принимать И лечиться Какими-то Любыми Снадобьями Поступающими Извне В наш организм Необходимо Восстановить Кровоснабжение В том месте Где мы Органе Обеспечить Достаточное Кровоснабжение То есть Чтобы был Нормальный Питок Крови К органу И отток Его И тогда Те средства Которые Вы дополнительно Воздействуете На организм Они выполняют Свою задачу И сработают На ура А так Подчас Бывает Что можно Пить И самые Эффективные Действенные Травы Они будут Давать Результат На половину На одну треть А то и меньше Поэтому Что касается Легких Хронического Бронхита То здесь Опять же Очень хорошо Будет И баночный Массаж И банки На спину И гуаша Здесь будет Хорошо И ударно-динамический Массаж Здесь будет Хорошо И массаж Живота Правка Живота Латка Живота Синонимы То есть Здесь В целом Будет Хорошо Плюс Тут нужно Проводить Очистительные Процедуры И очищать Кишечник И очищать Лимфу То есть Ошибочный Подход Который Прививает Нам Аллопатическая Современная Медицина Сегментарного Лечения То есть Когда У нас Болит Бронхи Болят Бронхи Семейных Взаимоотношений Вот Поэтому Обычно Прежде чем Лечить Ребенка Нужно Чтобы Выровнялись Отношения Между Супругами В семье Всегда Когда болеет Ребенок Есть Какая-то Дисфункция Супружеских Взаимоотношений Либо же В семье Помимо Супругов Присутствует Человек Иногда Это бывают Бабушки Дедушки Которые Каким-то Образом Давлеют Над ребенком Кого он Боится Вот Ну Или Там Мешают Ему С его Точки Зрения Жить Вот Поэтому В данном Случае Если есть Фактор Психологический Внешний Который Оказывает Влияние На ребенка И его Не устранить При этом Пытаться Ребенка Вылечить Результат Будет Временный Приведете Ребенка Допустим Я его Вылечу Все У него Бронки Будут Нормальные Он уйдет В семью Обратно На длительное Время Без Терапевтического Воздействия У него Эта Ситуация Может Повториться Потому Что Болезнь Это Лишь Внешнее Проявление Среды В которой Живет Человек Поэтому Если Ребенок Болеет Тем более Хроническое Прежде всего Нужно Разрешить Ситуацию Между Супругами В семье Тогда Может Быть Что Даже Ребенок Выздорове Сам Собой От Хронического Заболевания Ну В общем Тяжело Ему Дышать Поэтому Он и Болеет В семье Тяжелая Атмосфера Между Кем-то И чем-то Так что Обратите внимание А так Вообще Конечно Это Массаж Спины Это Прогревание Груди Это Поиск Болевых Точек На Грудине Где-нибудь Можно Продавливать Так Тихонечко Это Латка Живота Опять же Для того Чтобы Там Все Нормализовалось Это Может Быть Какие-то Ингаляции И Естественно Какие-то Травы Там Травочек И так Далее Здесь Комплексный Подход Должен быть Ну Безусловно Когда Присутствует Хронический Бронхит Вот Исходя из Практики Я Расскажу О Одно Двух Случаях Женщина Ну Правда Не Ребенок Женщина То Что В памяти Сквала Постоянно Кашляла Там Несколько Лет У нее Это Бронхит Ничем Его Не Могла Вывести И Что Только Себе Не Делала Она Могла Позволить Различные Лекарства И Врачи И Все Остальное Все Это Закончилось После Того Как Мы Начали Ей Капать Соду Внутривенно Соду Внутривенно Прокапали Грибы Из Легких Ушли Ее Кашель Ее Бронхит Закончился И В этом Случа С Ребенком Я Не Призываю Чтобы Ему Соду Внутривенно Капали Хотя Это Тоже Возможно Но Хотя Сделайте Чтобы Он Дышал Над Содой Ингаляции Содовые Это Раз А Вторых Хронический Бронхит Может Быть Вызван Хроническим Аскоридозом Хронической Глистной Инвазией Потому Что Один Из Легких Аскориды Как Раз Достигают Своей Половозрелости А потом Уже Опускаются В кишечник Поэтому Может Быть Часть Легких Забита Глистами Поэтому У него Постоянный Кашель Воспалительные Процессы Это Тоже Нужно Уточнить Но Если Там Грибы То Это Содовые Ингаляции Содовые Ванны Сода Внутривенная 4-5% Если Это Аскориды То Это Какие-то Противоглистные Процедуры Промывание Кишечника Травы Что-то В общем Вот В этом Направлении А уже Что именно Нужно Непосредственно Со специалистом Чтобы Вы Пообщались Может У вас Там В городе Есть Поблизости Человек Который Разбирается В этом Понятно Но Многие Просто Начнут Легкие Лечить А не Разбираться Что там Этих Легких Живет Итак Здесь еще Вопросы Какие Есть Я так Боюсь Что мы До пчел Не дойдем Давай Быстренько По ним Пройдемся Вопрос В эфир От Геннадия Из Тверей Как правильно Собирать И готовить Чагу Вот Буквально Так Вот так Вот так Вот так Чтобы не Задерживать Ну Как Ее Срезали Аккуратненько С березы Вот И Желательно Так Толк От нее Будет Больше Ее Аккуратненько Срезали Разделили На достаточно Крупные Куски И в таких Крупных Кусках Ее храним Обычно Перед тем Как Ее заваривать Ее нужно Замочить Замочили Она водой Напиталась После того Как она водой Напиталась После этого Мы ее Измельчаем И вот Эту воду В которой Она водой Напитывалась Настаивалась Ее же Дальше И используем Для заваривания Для приготовления Каких-то Настоял Из чаги Хорошо Дмитрий С Донбасса Задал вопрос Конкретно Можете Что-то сказать О грыжах Межпозвонковых Что известно Во-первых Дмитрий У нас сегодня Эфир Не по грыжам Поэтому Вопрос Задавая Форум Обратной связи Я думаю Что найдем Ответ А так Вообще Просто Я отвечаю Это упражнение Лечится на раз Эти грыжи Где-то за полгодика За год Будешь бегать Ну Тот, кто болеет Не ты, конечно Будет бегать Здоровый, счастливый И растяжение На турникет Но упражнение Специальное А так вообще Вопрос Давай через Форум Обратной связи Дальше Геннадий Из Твери Арират Облепиховые Цветы Только при Сердечных Заболеваниях Можно заваривать Или пить Или постоянно Можно чередуя С другими напитками Надо уточнить Какие мужские Или женские Облепиховые цветы Ну Вы знаете По поводу Облепихового цвета Прямо сейчас Я не готов Дать такой Ущерпывающий ответ Я могу ответить Через форму Обратной связи Бывает так Что не всю информацию Держу в голове А она у меня Находится В какой-то Справочной литературе Поэтому Хорошо Еще два вопроса Сейчас по цветам Заканчиваем И потом к челкам Переходим Я Грише задал вопрос Арират Чем можно поддержать Свое зрение Капли, чаи Или может что-то еще Порекомендуете Благодарю Острота зрения Прежде всего Зависит от состояния печени Это раз Зависит от гипертонуса мышц шеи Это два Она зависит от количества селена в организме Три Она зависит от кислотно-щелочной среды Слизной жидкости Это четыре Ну и Зависит от состояния легких То есть В целом Если подытоживать И кратко отвечать То зрение Это барометра состояния здоровья Всего организма Невозможно Восстановить зрение Не восстановив В комплексе здоровья организма Поэтому Даже если Каким-то образом Допустим Каплями Какими-то таблетками Операциями Временно можно это сделать А потом оно Опять ухудшается Но в целом состояние Нужно размять шею Чтобы не было болезненных ощущений Нужно восстановить функции печени Употреблять достаточное количество селена И в целом Состояние зрения будет улучшаться И очень просто Смотрите Разминаете печень Употребляете травки Которые устанавливают нормальную работу желчи Печень Опять же Это то, о чем Я говорил с первых эфиров Латко Живота делаете Травки Которые Нормально Нормализуют Выход Желчи Чтобы застоев не было И необходимо Опять же Употреблять Какие-то жиры На что печень Выделяет На что желчный пузырь Будет разряжаться После этого Необходимо Заниматься Спортом Двигаться Постоянно Заведите себе собачку В конце концов Четыре раза в день Ходите гулять Если у вас это получится Конечно Если работа вас Не держит Двенадцать часов В сутки Дальше Если мы говорим Про шею И про спину Вообще Хорошая система Белояра На вытяжку И другие системы Которые вытягивают Очень полезная штука И еще Правильно дышите И самое интересное Что делайте гимнастику Для глаз Есть упражнения Очень хорошая Гимнастика для глаз Каждый день По два По три раза в день Делайте Будете читать мелкий текст Без очков И хотел еще сказать Что Что-то 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 Есть у бегемота Что-то хотел сказать В общем Ведите активный образ жизни И это будет Очень-очень вам полезно И все у вас будет Хорошо и замечательно Если вспомнить Что-то скажу Так Вопрос Следующий От Энгвар Вопрос в эфир Как лечить аденоиды Средней тяжести У ребенка Трех лет Причем иммунитет От рождения Слабый Ну Вырезать Конечно В любом случае Аденоиды не стоит Проводить эту операцию А так Ну Нужно Постараться Удалить Грибную составляющую Из организма То есть Опять же Пить соды Пить какие-то Травки Которые бы Помогли Исправиться От грибов Это Но Ребенок Понятно Иммунитет Слабый Там наверняка И работа почек Ослабленная Я боюсь Раздавать Какие-то конкретные Не то что боюсь Но опасаюсь Какие-то конкретные Рецепты Сейчас Начну Начнете принимать Потом Как предыдущий Как начнете Петрушку засовывать В вену Ну Понятно Можно просто Как так Сказать Что аденоиды Вырезать Не надо Аденоиды Надо Не лечить аденоиды А надо поправлять здоровье То есть Здесь указано Слабый Слабый иммунитет Ну в принципе Здесь-то все и сказано Ну Прежде всего Заниматься Тонким кишечником Что значит заниматься Промывать кишечник Разминать кишечник Можно добиться того Чтобы у ребенка Был безболезненный живот Найти специалиста По латке По массажу живота Чтобы он ему Размял живот Чтобы живот у ребенка Был безболезненный Научите ребенка Два раза в день Пить соду Утром Вечером Начните ребенка Кормить правильно Исключите из его Рациона Молоко Исключите из его Рациона Пшеничную муку Исключите из его Рациона Сахар И в принципе Этого будет достаточно Для того Чтобы состояние Иммунитета Усилилось И Эта проблема С аденоидами Начала уходить Это программа Минимум Что необходимо сделать Ну а дальше Уже Нужно Разбираться А дальше Нужна конкретика То что называется Хорошо Так С травками Закончили Давай теперь Все-таки О пчелках Поговорим Вот весной У нас Пробуждаются Пчелиные семьи И что это такое Ну пробуждаются Ну и дальше что Ну жужжат они Хорошо Что дальше Ну у нас Они уже пробудились Летают в полный рост Уже вот Собирают даже Даже вот Цветков Уже там все Так вот Что там светет Абрикосы у нас Уже цветут С них собирает Прекрасно Собственно говоря Что происходит Происходит смена Пчелиных поколений Зимняя пчела Она отмирает Место ее занимает Новая пчела Которую матка Начала сеять Примерно В начале марта И вот 21 день Примерно В 20-х числах марта Вылупилась Новая пчела И теперь вот Она подходит К двухнедельному сроку Это Срок когда Пчела набирает Максимальную силу Практически И вот Скажем так Сейчас уже Пчелиные семьи Можно сказать Ну я думаю Что практически Обновились Но это Я говорю о тех Которые правильно Перезимовали Которые вышли Из зимовки Не больными Вот У них Уже вот Такое качество Пчелы То есть новые Молодые пчелы Сильные И по крайней мере Здесь у нас На юге России Уже в полный рост Ну не то что В полный рост Но достаточно активно Идет взяток С распускающихся Кладовых деревьев Что там еще Ты кстати Алексей Присылал мне Вопрос По форуме Обратной связи И там Слушатель писал О том что Подмор Зимний подмор Лучше не использовать А лучше Там Пчел Ловить Определенным образом Он предлагал Там схему Ну Хочу сказать Относительно Зимнего подмора Потому что Этот вопрос Сейчас актуален Сейчас когда Станет немножко Еще теплее Нужно будет Пересадить пчел Из зимних уликов В другие улики Провести там В санобработку Вернее сначала Эти Корпуса Провести санобработку Потом пересадить Туда пчел Вот А Из старых Корпусов Извлечь подмор Там провести Новую санобработку И приготовить Эти корпуса Для настройки Вторых Ну вот Что касаемо Зимних пчел Я с этим слушателем Не согласен Я считаю Что подмор Зимних пчел Можно и нужно Использовать Для изготовления Настоек Там В качестве Употребления В пищу Он аргументировал Тем что В зимних пчелах Много В зимних пчелах Присутствуют Токсины В зимних пчелах Присутствуют Грибы Там и так далее Ну По поводу токсинов Которые накапливаются Когда пчела Допустим Погибает от того Что не смогла Облететься Там И так далее Это одно Но чаще Пчелы заболевают И умирают От поноса Здесь Нужно правильно Расставлять акценты Если здесь Идет речь О больных Пчелах То Конечно Такой подмор Не следует Использовать Для Потребления А если Речь идет о том Что Ну Просто Сходя из смены Поколений Зимние пчелы Погибли При правильной Вентиляции Улика При правильной Терморегуляции Улики Никаких Грибов И плесени Там быть не должно И поэтому На подморе Соответственно Никаких Грибов И плесени Не будет И Чем Хорош Чем хороша Зимняя пчела Тем что По количеству В ней Биологически Активных Питательных Веществ И всего прочего Она в разы Превосходит Летнюю пчелу Поскольку Зимняя пчела Живет Порядка 9 Месяцев В то время Как летняя пчела Которая Поколение Которых Пошло С конца марта Они живут Месяц полтора В зависимости От интенсивности Лета И я Рекомендую Все таки Если были Сохранены Условия Пребывания Условия Зимовки Пчел В уликах То Рекомендую Использовать Подмор Зимней пчел Если же Конечно Условия Были нарушены И в уликах Внизу На днище На донышке Появилась плесень И эта плесень Покрыла подмор То конечно Такой подмор Использовать Не следует Вот Ну Что там еще Происходит Ну Давай еще Тоже скажу Свой опыт Когда-то Я экспериментировал Было сделать Масси Разогревающую И как раз Я пошел на рынок И смотрю Мужичок там Подмором торгует Говорю Ну-ка продай-ка мне Пару стаканчиков Ну мне продал Пару стаканов Видимо там У него пасека большая Ну я посмотрел Там нет ни плесени Ничего Хорошо Замечательно Вот И Взял их Растолок Мелко-мелко-мелко Растолок И залил спиртом Они постояли Какое-то время В этом спирту Там побултыхало Какое-то еще время И потом Делал Из них Ну жгучая Такая получилась Зараза Очень жгучая Поэтому надо было Аккуратненько делать Я взял крем Или что-то такое Не помню Или вазелин Что-то взял И просто Несколько капель Окапал Смешивал И так себе На руку Внутреннюю часть руки Так вот Мазал И смотрел Есть покраснение И насколько оно терпимо И нашел Как раз Ту концентрацию Которая С одной стороны Выживала Легкое Вызывало Легкое жжение Но с другой стороны Не вызывало Очень сильного Раздражения И вот этим Как раз Мазал Там Где были Воспаления У моих знакомых Коленные Какие-то части Нижняя часть Позвоночника Поясничные Боли В первую очередь Конечно Это поясничные Вот И очень хорошо Помогало Так что Подмор В этих отношениях Очень хорошо Ну да Я еще Часто использую Подмор Я его ем Ну как ем Я перемалываю Да ты Платоядный Жукоед Да Платоядный Жукоед В общем Я перемалываю Их В пыль В порошок И употребляю В пищу И для организма Хорошо И для печени Хорошо Потому что там Хитин Благотворно Влияет на печень И в принципе Вся моя жена Вся моя семья Не против этого Вся моя жена Хорошо Мне нравится Пчелы Если вы будете себя плохо вести И мало меда давать будете Я вас в порошок сотру Вот это вот как раз Отсюда пошло Имейте в виду Ладно Ну хорошо Вот пчелы летают С подмором разобрались А еще что можно С весенними пчелками делать Ну Весенние пчелки Вот особенно уже Двухнедельные Хорошо Их ставить на тело Лечиться ими хорошо Там где у нас присутствуют Какие-то Неврологические проблемы Там где у нас присутствуют Проблемы костной системы Какие-то мышечные спазмы Болевые ощущения Воспалительные процессы Везде Вот на эти места Можно Ставить пчел Причем Начинать нужно постепенно С малых количеств пчел И постепенно Их увеличивая Что еще Весной мы тут с пчелами Можем делать Возиться Ну собственно говоря Пока еще улики не открывал Не открывал Потому что еще Прохладно на улице Если сейчас Открыть улики То пчела будет болеть Фу Не пчела Но семья будет Перебавить Ну как Человек гриппует Так вот Такое состояние будет у пчел Поэтому еще не открывал Не возился там с ними Собственно говоря Но судя по лету Как они летают Какие процессы У них происходят Могу сказать Что матка сеет Все нормально Как бы А пока В это время Кроме того Что Каким-то образом Собирать подмор Если в улик Еще не залазили Если Можно делать Постановку Себе пчел Уже в принципе Можно брать пчел Они уже Две недели В любом случае Прошло После того Как они вышли Они уже Яд набрал Свою максимальную Силу А пчелиный яд Набирает максимальную Силу Где-то в течение Двух недель Пчела двухнедельная Должна быть Потом С течением времени Активность Пчелиного яда Немножко снижается Уже туда К месяцу К полутора месяцев Когда пчела Уже старенькая Такая черненькая Мохнатые Волосики уже ушли Сила ее яда Конечно меньше А вот У молодой Двухнедельной пчелы Сила яда максимальная Поэтому сейчас Эффективно Используют Таких пчел Вернее в принципе Они есть всегда В уле Двухнедельные пчелы Но вот сейчас Можно сказать Появились первые Такие По крайней мере у нас Вот Ну что можно Сейчас пчелами делать Да Давай пока думай Что можно еще Я так от себя скажу Надо помнить Что зимой Пчелы Когда находятся Внутри ульи Или борта Они в туалет Так по-человечески Говорит Не ходят Поэтому Первым делом Когда они Выползают Они сначала Делают облетку И вот Себя Все испражнения Выбрасывают Представьте Какое терпение У них Ангельское Просто терпение Мы вот так Как-то Заказявочек Считаем Каких-то А с них Некоторые Могли Извиняюсь Засранцы И пример брать Ладно Хорошо Что-то еще В голову приходит Ну Собственно говоря Если есть Какие-то вопросы По поводу Пчелоужаления То есть Как Пчелами лечиться Понял тебя Хорошо Вот смотри Здесь есть От Евгения Есть статейка О чем молчат Пчеловоды Там все описано Зимняя пчела Не есть хорошо А летний эффект Гораздо лучше Вот такое мнение Есть О том что все-таки Летняя пчела Может быть по каким-то Параметрам А может быть для некоторых Болезней лучше Я вот не знаю Здесь Евгений это написал Но не уточнил В чем именно Эффект от летней пчелы Ладненько Вот пришел вопрос От Елены из Москвы Как определить мед При покупке Чтобы не только Не было посторонних добавок Но и чтобы определить Что пчел Не кормили сахаром Ну здесь можно определять По консистенции меда Этот способ Мне рассказал Старый древний пчеловод Который Ни одну собаку На меде съел Скажем так Так вот Способ простой Берете ложечку Или вот этот Пробничек медовый И Немножечко Как бы Подцепляете мед И растягиваете его вверх Причем он должен Эластично растягиваться И в тот момент Когда Вот эта вот Ниточка медовая Порвется То Порвавшаяся верхняя часть Она должна Словно резиновая Подтянуться вверх Практически до конца Если Это как-то происходит иначе Если то есть Упругость меда Мала То он разбавлен Что касается Сахара Подкармливал Или пчеловод Пчел с сахаром То Ну По крайней мере На консистенции меда Это скажется Обязательно А сам для себя Я этот вопрос Решил как Я Смачиваю Матку Сделаю такой Легкий водный Раствор меда И смачиваю в нем Ватку Потом Кладу эту ватку На солнышко И Если Эта ватка В баночку И на солнышко Если Эта ватка Высыхает И от нее Остается просто Приятный запах Меда Значит мед чистый Если Эта ватка Высыхает И Вернее не высыхает А начинает Бродить То соответственно Там есть сахар Вот собственно Так я для себя Определяю Наличие сахара В меде Очень интересная Реакция на твои слова Про то что Пчеловод На меде съел Не одну собаку Так представляю себе Вот видомер написал Да Интересная реакция Достойное блюдо Для корейца Хорошо А вот мы с тобой Как-то переписывались И говорили Про Бортничество Новое такое Сейчас идет Интересное направление Бортничество Причем не вертикальное А такие наклонные борты Ты что-то узнавал По этому Или пока времени Не было это узнавать Нет Я рассмотрел Ту информацию Которую я тебе дал Задумка я считаю Интересная Но Вот для себя Я посчитал так Что Ну На самом деле Я думаю Что у меня не хватит Времени Субъективно Этим заниматься А вообще Та идея Которая Там Рассмотрена Что Пчелы самостоятельно Выстраивают Свои соты И так далее Это конечно Все более экологично И это Очень полезно То есть там Нет металла Как ты соответственно Правильно заметил Соответственно На мед Не происходит Дополнительного Никакого воздействия Мед чистый Не поляризованный Сохраняет все Свои качества Я считаю Что это очень полезная Затея С бортничеством И те Борты Которые предлагают Но единственное Я думаю Что Может быть Вот именно Те модели Которые я видел Нужно как-то доработать Чтобы Осуществлять Подсадку Семьи Было Несколько проще Потому что То как в той семье Описывалось Как несколько раз Он подсаживал И у него не получалось Я просто представил Если я буду этим заниматься У меня времени Вообще ни на что Не хватит И я оставил эту идею Да Но здесь смотри Какая у него Мне понравилась идея Что он описывал В бортах Роение происходит Намного меньше То есть Пчелы не покидают Борт как правило Почему Потому что Естественный способ жизни Это первое Ты меньше занимаешься Ловлей Беготней за этими Роями Это первое То есть Подсадил один раз И он дальше начинает жить Потому что для них Это естественно Второе Мед Ты забираешь Как излишки И лишний раз Не беспокоишь их Тем что Открываешь крышку Начинаешь Эти доставать То есть Когда у пчел Есть большой достаток Меда Но при этом Они продолжают Вырабатывать То ты просто Мед забираешь Как излишек Ты не беспокоишь Лишний раз пчел Дальше Уход за тем же Самым подмором Крышечку нижнюю Открыл Они сами выпали Да Вот этот весь Подмор собрал Здесь очень много Преимуществ Которые В пасечном Обычном Нашем хозяйстве Он Ну как-то вот Слишком много Трудозатрат И беспокоит Для семьи А здесь более все Практично Более экологично И привычно Для пчел То есть Они попадают В привычную Среду обитания И в этом случае Семьи более Крупные И всегда у них Свой запас меда Ты забираешь Только то Что уже излишки И тем самым Ты веганам Как бы Серпом По одному месту Не возишь Потому что Ты не насилуешь пчел И пчелы Они Трудятся так Как должны трудиться Потому что Ну без пчел Просто опыление Нормально Не происходит Многих растений Вот об этом Многие веганы Забывают Когда говорят Что нельзя пчел Эксплуатировать А в этом случае Тут получается Симбиоз жизни Ты их С одной стороны И не эксплуатируешь Они тебе Сами отдают Излишек Они живут В более комфортных Словиях И растениям Очень хорошо Которые находятся Под их опекой То есть Борты Вот эти Современные Ты правильно говоришь Немножко бы их Додумать Может быть И было бы Вообще Все здорово Я хочу Не то что возразить А выразить Своё мнение По этому поводу Вообще Я тоже Допустим В ту часть Тули Где находятся Пчелиные гнездо Я туда не залазив Ни в коем разе Ну ты молодец Ты молодец А мед Мед я забираю Тоже при этом Излишки Я надстраиваю Я ставлю две Магазинные надставки Сверху Над гнездом Ставлю там Эти обрешёточки И пчёлы Сами складывают Туда излишки А тот Мёд Который им нужен Они у себя В гнезде И так складируют То есть Я тоже не забираю У них мёд Который нужен им Для жизни Это раз Второе Что касается Подмора Там ты писал Ты говорил Что открыли Подмор выпал На самом деле Если семья Здоровая То пчёлы Сами выносят Из улика Постоянно Мёртвых пчёл В здоровой семье Не бывает Подмора На донышке Они его Весь выносят Если образуется В семье Подмор Лежат Мёртвые пчёлы На донышке Это говорит о том Что пчела Как-то семья Может быть ущемлена Недостаточное Количество пчёл И так далее Это я принял Просто как пример Что проще Наблюдать Что там происходит Открыл Если там есть То оно вываливается Самое Не надо там А потом Что касается Раения То здесь Не нужно забывать Что пчёлы Размножаются Раением И не всегда Раение Все пчеловоды Ну не то что все Многие пчеловоды Боятся Ой у меня Пчёлы Рой слетел Пчёлы на самом деле Раением Размножаются Это естественный процесс И из бортов И из деревьев Рой уходит Точно так же Возможно Из борта За тот период Пока он существовал Рой вышел меньше Почему потому что Площадь для освоения Пчелиной семьёй Больше А ведь когда Рой уходит Когда пчёлам Уже де-факто Нечего делать Они там Позаполняли Все эти соты Мёдом Всё там Позапечатали Вот Либо им там Становится Слишком жарко Их там очень много В этом улике И часть из них Улетает Но улетают Всегда уже Старые пчёлы Молодые пчёлы Остаются И оставляют Всегда Закладку То есть Оттуда Откуда Вылупится Новая матка И не одна Там уже Обновлённая семья Сама решит Что делать И поэтому В принципе Не всегда Целесообразно Этот Рой Ловить И возвращать В этот же улик Тем более Возвращать туда же В этот же улик Не нужно его Понятно Да Это совершенно Другая семья Уже своя Роение Это не всегда плохо Это хорошо Я считаю Что это нормально То есть Это естественный Процесс Пчелиной жизни И то что Рой слетел Ну размножился Была одна семья Отпочковалась Получилось две А пчеловоды Не хотят отпускать пчел Хотят извлекать Собственную выгоду Они этот Рой Ловят И сажают В новый улик У них получается Вот еще одна Была одна семья Стало две семьи Что касается Поставили этот борт И они не роятся Они не роятся До определенного времени Достигнут Определенного объема И точно так же Я просто говорю Что это реже происходит Намного реже То есть я неправильно Выразился Конечно Роение Это естественный Образ размножения Пчел Просто в этом случае Ну представляешь Такая семья Например Каждый год роится Тут через два Через три года Потому что объем большой Как-то в одном Документальном фильме Показывали Нашли дерево Где-то в Сибири Где дупло Было Ну просто Невероятных размеров И когда туда Они заглянули При помощи камеры На проводе Они были Ну просто Удивлены Сколько там было Меда в этом дупле Сколько там Ну представляешь себе Там несколько метров Просто дупло И там Медом просто было Заполнено все Вот Как там медведи Его не разворошили Я не знаю Но суть в том Что вот такие Даже встречаются Чудеса в природе А вообще Вот эти борты классные О которых ты говорил Вообще борты суперские Я бы конечно Хотел себе такой Если у меня было Больше времени Для занятий пчел Но у меня Его не так Много И вот В силу этого Я использую Стандартные Такие десятераммочные Улики Ну понятно Ну просто хитрейше Добавляешь сверху Чтобы они туда наносили А ты их просто Типа ребят не было Еще вот вам пустые Давайте Хорошо Молодец Дмитрий из Донбасса Вопрос в эфир Есть мед с прополисом Вместе который Полноценно употреблять Можно как обычный мед Или это более лечебно Отдельно использовать По рекомендации И вообще Как читал Что медом Старики считали Как раз Весь сбор И мед И прополис И пергу Все вместе Это сейчас разделили Кстати да Вот тут Если мы говорим О натуральном Бортничестве То там тогда Медом считалось Вот как раз То что написал Дмитрий А сейчас Просто выгоняют Выдавливают Ну по разному Есть разные технологии Мед Поэтому То что мы сейчас Покупаем Это считается медом А раньше Мед это было Все вместе Ну Я не вижу Никаких проблем Чтобы есть Мед С пергой С прополисом Я допустим Мед Сам не гоню Я его и ем Вместе с сотами Ну по крайней мере Вся моя семья Мы То есть вот Срезаем соты И вот так кушаем То есть Не сливаем его Не выгоняем его Вместе там С альбрусом Вместе там И тогда попадаются Кусочки с пергой Где-то там Бывает На рамках И попадается И прополис И все это Как бы Употребляем нормально Где-то личинки Да Заодно и Нет Нет Извини Личинки Вот рамки с личинкой Я это оставляю Для размножения Хорошо Хорошо Я пошутил Я пошутил Конечно Закладывают Я пошутил Ну что Ну понятно В общем Лучше есть то Как оно в целом виде Вопрос только в другом Что если опять же Мы говорим про природные То там нет металла А здесь все-таки Металл присутствует Усиление вот этих вот Рамочек И всего остального Поэтому тут Целиком рамку Не съешь Я допустим Я допустим Не ставлю Эти проволочки Усиление Я вот Этот вот Лист Вощины Я его как Прилепляю воском Так и по краям А там потом Пчелы Сами его Распирают И нормально Он держится Да Есть такой способ Интересный Когда просто Приклеивают И все И железками Не пользуются Ну хороший вариант Лучше во всяком случае Чем то что До этого было Так Дальше еще вопрос Вопрос в эфир От Евгения А лечится ли Цирроз печени Пчелоужаливанием Вы знаете Я На цирроз печени Пчелы не использую Еще из чего Исходя Есть Конкретные указания Советских академиков Которые занимались Пчелолечением Пчелоужаливанием О том что Не рекомендуется Использовать пчел Вообще Когда существуют Какие-то проблемы С печенью Вот А в данном случае Здесь уже Конечно крайняя степень Патологии Поэтому Я не использую Пчел При циррозе Еще Может быть я конечно Бы их И использовал Если бы пациент На это был согласен Почему еще Потому что Я считаю что Ну это мое Субъективное мнение Оно может отличаться От научного И от прочего Что Считаю Пчелиный яд Обладает Настолько Большой Целительной силой Что он Я думаю Может исцелять Наш организм В принципе От чего угодно Вот И У меня были случаи Когда При онкопроцессах Но не При циррозе Я применял пчел То что я сейчас Конечно сказал Это может взорвать Мозг некоторым Потому что По всем Медицинским Аналогам Про всем Этим Моментам Пчел При онкопроцессах Использовать Нельзя Категорически Запрещено И так далее Вот Я в некоторых Случах Использовал пчел И это давало Положительный Результат Вот Здесь уже Ну Я вам Совета Никакого Дать не могу Я в своей практике При циррозе Печени Пчел На область Печени Не ставил Скажем так Вот На область Печени Пчел Я не ставил Но При этом Я допускал Постановки Пчел На какие-то Другие Проекционные Зоны Здесь С чем Это связывается С тем Что пчелиный Яд Токсическое Вещество А если Сирроз печени То печень Так плохо работает И так далее Это будет Дополнительный Удар По печени Вот Ну Это Один взгляд На эту Проблему Там Но Я считаю Все-таки Что наша Современная Наука Фармакология Она достаточно Ограничена И при том При всем Что сам по себе Пчелиный яд Он еще Не изучен До конца И в данный момент Он не изучается Его влияние На организм Полностью Положительное Влияние На организм Полностью Не изучено И я уверен Что там еще Масса Секретов Скажем так Масса Таких Открытий Новшеств Которые Таит в себе Пчелиный яд Я Пчел Применяю Очень активно Крайне активно Практически Каждому пациенту Совмещаю Их с многими Препаратами И с перекисью И с содой И со стимулином И ставлю их По всему телу Где угодно И Всегда И везде Был только положительный результат Но опять же Я напоминаю Про технику безопасности И про очень аккуратный Осторожный подход По всему С содой Сперекисью говоришь? Да вы гурман Батенька Гурман Ну что ж Давай еще здесь Два вопроса есть И есть Реплика от Владимира Начало реплика от Владимира Нашли мы как-то В старой раките Диких пчел Как мы вокруг С приятелем Крутились Почти каждый день Лазили Вот пчелы Нас лечили Так Ну и вопрос От Евгения Николаевича Вопрос эфира От Евгения Здравия Захар Теряется ли полезные Свойства меда При смешении Его с кипятком? Ну вот Этот вопрос Мы уже не раз Разбирали И тут Есть две Противоположные Точки зрения Одни говорят Что да Теряются Что нельзя Мед заливать Теплой водой А с другой стороны Мне на глаза Попадалась Масса Старых рецептов Старых целителей Которые Мед Именно варили Варили И при этом Лечили И мы достигали Терапевтического Эффекта Но Как вы понимаете Что вот эти вот Древние старые Рецепты Они без какого-то Медицинского Обоснования Идут Без ничего Просто вот Делай так И будет так И я пробовал Делать И получалось На самом деле А современная Ситуация Говорит о том Что на мед Нельзя воздействовать Термически Нельзя его прогревать Потому что Потому что там Что-то теряется Ну Возможно там Что-то и теряется Возможно Что-то и остается Возможно При Я не проводил Химических глубоких Исследований Состава меда При его Там Нагревании Там и так далее Но рецепты Такие есть И рецепты Эти работают Называется Медовая сыта И вот Есть ряд Рецептов Медовой сыты Когда Мед нагревают И лечат им Делают Медовое вино Даже Есть Автобиографичные Воспоминания Долгожителя Которые говорят О том Что они Ежедневно В день Выпивали По кружке Медового вина Так называемого То есть Они варили Мед Там определенным образом Я к сожалению Сейчас не помню Это у меня есть Справочная информация Если кому-то интересно Я восстановлю Это в памяти Вот И ежедневно По кружке Выпивали Медового вина И именно С этим Связывали Своё долгожительство И причём Это не у одного Источника Вот И пчеловоды Раньше Мёд варили И вот Сохранилось У нас В народе Медоварня Такое выражение И так далее Поэтому Я Вот Честно говоря Признаю Что существует Два Диаметрально Противоположных Мнения Я сам Придерживаюсь Того мнения Что На мёд Можно воздействовать Кипятком Ну или Не то что Кипятком На мёд Воздействовать Ну то есть Нагревать Мёд Можно Ты знаешь Наверное Надо вот что Понимать Первое Если свежий Мёд Который Течёт То в этом Случае Его лучше Употреблять Как он есть Почему Потому что Есть некоторые Ферменты В частности Энзимы Которые Разлагаются При температурном Воздействии Термообработка Уничтожает Энзимы Это уже Доказано Поэтому Если вы хотите Насладиться Мёдом Целебным Как оно Вот сейчас Только что Вы его взяли Только что Или там Он ещё Не закристаллизовался То в этом случае Кипятить Наверное Его смысла Нет И кипятком Разбавлять Тоже нет Это первое Второе Если он уже У вас Кристаллизовался Ну тогда вопрос А как вы Будете доставать Особенно Там из какой-то Боди Или банки Но удобнее Всё-таки Его в жидком виде Или разбавленном виде И тут перед вами Два варианта Или просто его В тёплой воде Разбавлять Или его В горячей воде Разбавлять Потерять Какие-то Качества Третье Что вы хотите Получить Вы хотите Получить Мёд Которым можно Например Снаружи Что-то Применять Какие-то Делать Припарки Медовые Латки Тогда Естественно Вам нужен Жидковатый Немножко Мёд Чтобы можно Были Эти латки Делать Поэтому В любом случае Вам придётся Его Разбавить Или горячей водой Или кипятком Или хотя бы Просто тёплой водой Дальше Что вы хотите Делать Из мёда Вы хотите Делать Чисто Целебное Средство Или вы хотите Делать Целебно Питательное Средство Если вы хотите Например Пирожки Какие-то Печь Или что-то Сладкое Не используя Сахара В этом случае Всё равно Термическая Обработка Будет Давайте Подходить Не в лоб Хорошо Это или плохо То есть Дуальность Давайте в сторону Уберём А давайте В каждом частном Вопросе В каждом частном Случае Будем разбирать Свои плюсы Свои минусы Потому что Я общался С староверами Говорят Мы мёд едим И в сыром Ну как В сыром виде Вот как он есть Так мы мёд Тоже и варим Парим И в пироги Добавляем Что только с ним Не делаем Это обычная наша еда Сахара мы практически Не используем То есть Люди живут здоровые О чём это говорит Раз они здоровые Ну значит Мёд можно применять И так И сяк И наперекосяк Но в каждом Варианте Наверное Надо применять Тот мёд Который вам Подходит Для этого варианта Вот давайте От этого И будем отталкиваться Давайте Давайте Да Так Дальше Вопрос от Игоря Разделение мёда На сорта По видам Растения Это нормально Или это всё-таки Надувательство Может не всегда Но Как-то вот Хотелось бы Прояснить Я считаю Что это нормально Тут какой принцип Пчеловоды выносят Вывозят пасеку На поле Где Произрастает Определённый медонос И пчёлы Соответственно Летают С этого медоноса Собирают Нектар И Получается Что Мёд Преимущественно Сделан из этого медоноса Преимущественно Потому что Всё равно Какие-то ещё другие Травы там Произрастают И пчёлы Их собирают Но Разделять Мёд по сортам Я думаю Это естественный Процесс Потому что К примеру Если Пчёлы будут жить Ну грубо говоря В каком-то Каштановом лесу То соответственно Они будут собирать И делать у себя Мёд Преимущественно Из каштана Если там Пчелиная семья Будет жить В какой-то Старой липе В дупле То соответственно Будут собирать Липовый мед Я думаю Это естественный процесс Разделения меда По сортам Есть и Мёд Его называют Разнотравья Когда Собирается луга Где растёт Много различных Растений Цветов Поэтому Я не вижу Здесь никакого противоречия В данном случае Разделяй и влавствуй Хороший принцип Вот здесь Продолжаются Разговоры Про То Кипятить Не кипятить Нагревать Не нагревать Ну давайте ещё Есть древнейший рецепт Который Который Называется Сурья Сурица Как там По-разному Это когда Без воздействия Огня Мёд Разводили В воде И определённое Время Выдерживали Его На свету На солнечном Ярком свету Когда Нагревалась Естественным образом Жидкость И туда Добавлялись Или отвары Или травы Как они есть И там Они формировали Те полезные свойства Которые необходимы были Известна также Медовуха Медовуха Это просто Ну Скажем так Разбавленный мёд Медовуху я постоянно Применяю Сам Хочется мне Что-то сладенького Не хочется сахара Я беру Чайную ложечку мёда Или пол чайной ложечки мёда В зависимости от того Что мне хочется Развожу просто В тёплой воде Не кипятке А до 40 градусов Чтобы она была теплее Чем температура тела Он там Вполне хорошо разводится И после этого Я выпиваю Вот вам медовуха Что же касается Медоварин И всего остального То понятно Что не во всё время Можно было Мёд использовать Ну нагревать На солнце В нашем климате Поэтому стали появляться Такие заведения Где необходимо было Мёд доводить До того состояния Чтобы вот он Ну более быстро Чтобы он превращался Или в медовуху Или в сбитень Или в сурицу И так далее Ну в кавычках суриц Поскольку солнечного света нет То вот стали появляться Медоварни Но опять же Медоварни Кто мне скажет Рецепт медоварни Вернее устройства медоварни То и древний А не современный Может быть там Мы не разогревали До кипения воду Может быть там Варили мёд Но как известно Варить Это ещё не означает Чтобы это что-то кипело Чтобы это что-то кипело Поэтому Медоварни Это Слово варить Могло быть Смешивание с чем-то Смешивание так С водой Или там С настоями С чем-то ещё Так что Есть там Много Виноварни Винокурня Медоварня Сыроварня Много чего у нас варили Но не всегда Использовался именно Кипяток Как вот сейчас Мы представляем себе Варенье Так что Здесь наверное Надо в терминах Разобраться И тогда станет понятно А что там делали В древности А не то Что там Как нам кажется Слушай Алексей А вот кстати Ты сказал слово Медоварни А я задумался Над фонетикой Вар Варка Варк То есть Арк Солнце Что там Опять же Как с улицы Ты говоришь Варить это Может имелось ввиду По крайней мере В древности Что-то с солнцем Связанное Нагревание Какое-то Ну вариантов много Ар здесь Может быть И значение земли Вот Потому что Вар это понятно Куда Вар на отсюда То что Предназначение на земле Арии Там как-то Да Между собой Те кто Живут на земле Благородные Устроители земли Хранители земли Здесь вариантов В зависимости Какая там буква Где писалась И так далее Мы сейчас можем Такие там Дебри Стои погрузиться Что и нашей передачи Сегодняшней точно не хватит Но Что вот Надо разбираться В древнем смысле Это однозначно А вот тут как раз Друзья Наши филологи Любители Наши древние буквицы Помогите нам Разобраться с этими вопросами Давайте-ка Вот будем Разбираться Так дальше Здесь еще Вот секунду Один вопрос Не вопрос А реплика Я вспомнил такой рецепт Очень хороший Для желудочно-кишечного тракта Значит берем Сто грамм куркумы Вот И двести грамм меда Мед желательно жиденький Между собой перемешиваем И делаем такие шарики Конфеты Медовые Ну такие Небольшие Как там С фалангу пальца И вот Кушаем такие конфеты Очень хорошо Помогает При различных проблемах Желудочно-кишечного тракта Вот Видишь как здорово Вот смотрите Еще вопрос От Леры Вопрос Вы наверное Слышали про медовый массаж Ваши отношения Ваши отношения Как правильно его делать Если знаете Значит Или латка медовая Или массаж Это хорошо Все известно Поэтому Просто наберите В интернете Арина В общем так Сначала Меды Меды Применялись Не надо Там Они же не варят Ничего Когда употребляют Но если Они не варят Ну наверное Они умные Сколько миллионов лет Тоже существуют И нормально Все хорошо Вот Так что Вот это Имейте ввиду Ну что Давай наверное Заканчивать Наш сегодняшний эфир Тем более Три часа Приближается И без музыкальных пауз Серьезно Вот это да Ага Как-то мы с тобой Так это Разговорились Ну я думаю Слушатели Не в обиде на нас За то Что мы так Общались Плотненько Давай подводить итог По травкам И пчелам Ну Что Какой итог Итог По-моему Может быть в том Что Природа просыпается Сейчас Мы уже Можем собирать Кору Мы уже Можем собирать Корешки Мы уже Можем собирать Почки Первые листики Вот Это то что Дано Вот вам На данный период И Рекомендую Внимательно Ознакомливаться С информацией О том Как применять Как употреблять Эти травки Вот Как их правильно Заготовить Как их правильно Хранить Вот То есть Внимательно С этим всем Ознакомливаться Очень аккуратно Осторожно Подходить Изучать Какая трава Токсичная Не токсичная То есть С пониманием С серьезностью Да и вообще Я Замечаю Последнее время Ну не только Последнее время Вообще В целом К народной медицине Есть такое Отношение Что это Что-то не серьезное Такое Неважное Траву Взял Выпил Попил И все На этом ограничивается На самом деле Народная медицина Это отрасль Скажем так Которая Требует Громадных Колоссальных Знаний И Очень Большого Времени Для изучения Всех этих Материалов Поэтому Я рекомендую Всем Вот Этот Серьезный Подход Взять себе На вооружение Конечно Использовать Те рецепты Которые мы Здесь говорим Но Всегда Примерять Их на себя Соотносить Со своим Состоянием Здоровья Как Говорится Главное Не навреди Подразумевать Прежде всего Думать о безопасности Чтобы Не допустить Негативного Исхода Состояния Здоровья Но Дело в том Что При этом Нужно еще Понимать Что иногда Выздоровление Происходит Только через Какое-то Обострение И так бывает Что Если вы Лечитесь И обострение Болезни Не происходит То значит В принципе Особого эффекта От вашего лечения И нет И в другой Случай Когда начали Лечиться И сразу Стало хуже И человек Говорит Ой я что-то Не то делаю Или меня неправильно Лечат Вот здесь Может открыться Большая ошибка На самом деле Хронические болячки Длительные Или серьезные Заболевания Всегда Практически Выходят Через обострение Но Я призываю вас Разделять Обострение Естественное Которое вызвало Вследствие Ухода болезней И обострение Вследствие Каких-то Неправильных Действий А для этого Изучайте Ознакавливайтесь Интересуйтесь Пишите Пишите сюда На форум Обратной связи Будем вам помогать В силу возможности Объяснять Но Что касается Пчел То Призываю Разводить Пчел Призываю Людей Как можно больше Держать у себя В домах На дачных участках Пчел Чтобы Чем больше будет Пчел у нас Тем лучше будет Состояние нашей биосферы Тем более здоровыми Мы все будем И постепенно Так Весь наш народ Приобщится К такому Древнему способу Оздоровления Как пчелолечения Ну Собственно говоря Желаю всем Просветания Здравствования И радости Будьте здравы Благодарю тебя От себя в конце Я тоже хочу Подвести итог Вот смотрите К примеру Был у меня случай Такой 86 лет Женщины Ее залечили Такого уровня Что она уже Таблетками пропахла Просто Есть такие люди Которые таблетками пропахли Вот заходишь Как будто зашел в аптеку Или какую-то там больницу Вот просто таблетками пахнет И Ну говорю Ну давай Приезжай Посмотрим Что там можно сделать Ну и что В первую очередь До того как приехать Я показал Как делать латку живота Примитивнейшую латку живота Просто прощупывать Находить болевые Вот эти вот точки Размассировать И так далее Благодаря Рераду Дальше Проходит какое-то время Говорю Ну делаешь латку живота Да делаю Ну как Ну лучше Все отлично Хорошо Ну теперь приезжай Ну привезли Вот на палочке Значит она Доковыляла Все замечательно Все хорошо И начинаем Заниматься Что в первую очередь Я начинаю делать В первую очередь Я показал Упражнение Белояр Система Чтобы с позвоночником Начать вытягивать При этом Начинаю что Начинаю Смотреть Что со спиной происходит Где какие Гипертонус мышц Начинаю делать Массаж Начинаю Ставить банки Начинаю Делать силовой Где-то даже Массаж Хотя это аккуратно В таком возрасте Вот И банки Не просто ставлю Еще там Массаж банками И доходит до того Что на третий день Эта женщина чувствует Привкус соли Появляется во рту То есть Выгон соли У нее производится Начинает происходить И вот Благодаря этому всему Правильному питанию То есть Мы начинаем Показывать Как правильно питаться Говорим о том Ну как вообще Беседуем Чтобы не переживал Человек Чтобы жил Разумением своим А не эмоциями И вот эти все Комплексные упражнения Комплексный массаж Правильное питание Латка живота Они дают Определенный эффект И вот Через неделю Когда приехала Дочь ее Она не узнала Потому что Она видела Что она ходит Без палочки Ходит прямо Вот Там прогулки Делают По деревне И Не опираясь На палочку Понимаете То есть Это было Как так За неделю Можно было Тут врачи Сколько лет Лечили Какие таблетки Прописывали И это болело И это А тут человек Двигается нормально Все замечательно Все хорошо И Спокоен И нервничает Сон там налаживается И так далее Казалось бы А дело-то в чем Вот сейчас нам говорят Традиционная медицина Отвергает народную медицину Стоп А давайте-ка разберемся Что такое традиционная Что такое нетрадиционная Традиционная медицина Которая соблюдает Традиции Того народа Которому она применяется А нетрадиционная Это все остальное Которое традиции Не соблюдает Это примерно То же самое Как есть Традиционная Сексуальная ориентация И нетрадиционная Сексуальная ориентация И вот сейчас Те которых Нетрадиционных Ориентированных Граждан Стало больше Они уже начинают Смотреть на Традиционно Раньше ориентированных Говорят Вы теперь нетрадиционные Вот до этого же Сейчас скатилась Так называемая Традиционная медицина Которая не живет По традициям Нашего народа Так вопрос Кто же из них Традиционный А кто нетрадиционный Кто из них баба с бородами? Вот давайте на этой позитивной ноте мы будем заканчивать сегодняшний наш эфир. Я напомню, что 5 апреля на дворе 2016 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 35-й день пробуждения природы, 7524 лета, по одному из старинных календарей, да тем более еще и пятница. Кто празднует по календарю староверов, тех поздравляет с Днем памяти предков. Мы говорили сегодня с Захаром Белинским, Арирадом, о травах и пчелах, которые полезны для здоровья человека. Причем говорили не просто так, давая вам какие-то рецепты, советы, а с тем прицелом, что вы начнете этим интересоваться, что вы начнете изучать и, конечно, еще и в итоге начнете ведать. То есть вы станете ведущими людьми, ведающими. Это то, что в традициях нашего рода, наших родов, нашей древности, по тем устоям, которые изначально нам были даны. Ведайте, становитесь ведущими людьми. Только через это у вас будет и здоровье, и счастье, и лад в семьях, и будет построена наша держава, где все народы коренные будут жить счастливо по совести в аду с природой, свято чтить богов и предков своих. Ну вот, теперь говорим до свидания и включаем автономное вещание. До свидания. Всего доброго, друзья. С вами был Народное славянское радио, Арирад, Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио для пытливых умов.